Всем привет, друзья, на связи Girl Just Wanna Have Smart, и сегодня мы обсуждаем такую спайси-книжечку Hunting Adeline, а точнее Охочись на Adeline by H.D. Carlton. Приступим, с вами сегодня Света, Настя и Лиза. Йоу. Не Кринги. H.D. Carlton, а есть H.D.R. Carlton? Есть 4К, Carlton. Это будет фильм по Преследуя Adeline. Охотись на Adeline. Ну книжечка не только спайси, но и дарк. Мы продолжаем погружать, ну как бы нырять. Ныряем глубже, так сказать. Да, занырнули в черную дыру Adeline, как и Зейд в конце книги. Да, если вы еще не посмотрели наш выпуск по первой части, пожалуйста, посмотрите, он будет тут вот в подсказочках. И еще подписывайтесь на нашу соцсеть. У нас есть Telegram, в котором мы очень много постим книжного контента, рассказываем новости подкаста и вообще проекта. И также у нас есть Boosty, на которые вы можете подписаться и поддержать нас как ежемесячной подпиской, так и фридонатом. И у нас есть TikTok, в котором просто интересно, забавно, весело, смешно, классно, увлекательно. Поддерживаю, все правда. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал и ставьте лайки, пишите комментарии. Можете прямо сейчас, пока у нас уступительная речь, пишите комментарии, как вам книжка вообще. Да. И перед тем, как мы все-таки приступим к прочтению книги, хотелось бы озвучить триггер-ворнинги. Во-первых, да, если вы не собираетесь читать, ничего страшного, мы ещё сделаем пересказ. Это триггер-ворнинг. Да, это триггер-ворнинг будет краткий пересказ. Сюжет мы расскажем, но здесь у нас действительно для многих может быть тяжёлая тема. Это будет изнасилование, это будет... Секс-рабство. Секс-рабство, это будет human traffic, это будет... Убийство людей. Да, это будет knife play, это будет много всего, всего. И если, например, вы сразу знаете, что вам эти темы неприятно слушать, а тем более слушать шутки про них, то в таком случае, конечно же, одумайтесь. Ну, лайк поставьте. Лайк всё равно поставьте, мы старались. Можете на мьюти просто как бы, чтобы ваш видос прошёл, чтобы был просмотр. Спасибо. На самом деле, когда говорил триггер-ворнинг, я такая типа сижу, да, киваю, чтобы ты ничего не упустила, и понимаю, что я улыбаюсь в этот момент. Я зашли улыбаюсь, и пухи. Наверное, это... Настроение у нас, в принципе... И ещё, пока вы делаете себе чай, кофе, наливаете вино, мы продолжаем вступление к этому видео. Или ещё ножи точите. Да, точите ножи, обрезаете шипы с роз. Тут не надо уже. Можно уже... Или не обрезаете, кто как любит. Прикрепляет обратно. Прикрепляет первый счастье. Да, приклейте обратно, как хотите. У нас произошло как бы событие, нашему проекту исполнился целый год. Ура! Недавно, буквально 1 марта. Вот, и в честь этого мы хотим подарить подарки вам, как настоящие блогеры, всё вам. Вот, и мы устраиваем розыгрыш. Что мы хотим разыграть? Точнее, подарить тому, кто выиграет в розыгрыше. Разыграть, то есть, да. То есть, подарки на розыгрыше. Да. Вот они. Первый лот. Шоппер. Должна была выйти голая женщина, как на боксёрских этих. Написано, Meadows Rose Shop Fresh Cut Flowers. Это как бы мерч по Хонтинг Адалайн. Вот, мы... Не мы его делали, но мы вам его подарили. Не поверите, мы заплатили деньги. Далее. Второй лот. Закладка. Так, это у меня. Зачитайте, что на ней написано. I don't watch porn. I read it. Like a fucking lady. Это про нас. И про вас. И это может быть... Даже если вы джентльмен, пожалуйста. Вы можете читать порн like a fucking lady anyway. Слушайте, это может стать вашим только за комментариев. Подожди. Как телемагазинчик. Да, да. И так, но кроме этого, вы ещё получите... Нам уже поступают звонки терапевтические. Если вы напишите прямо сейчас, то вы получите шоппер. И закладку, если вы напишите, через две минуты вы получите ещё... Нет, наоборот. Вы получите только шоппер. Нет, дальше увеличивайте. Ладно, если вы напишите нам через две минуты, вы получите ещё и украшения. А, смотрите, первая серёжка такая же, как у меня. Это handmade by me. Очень красиво. Это такая, с сердцем. С сердцем. Чтобы вы его не царапали на своём теле, а надевали на ушко. Да. И вот такие бусы. Ну, бусы это я называю. Это подвеска с ножиком. С мечом. С мечом. Учитывая knife play этого выпуска. Sword play можете использовать. Это всё достанется в одни руки. Подождите, вот это тоже, я напоминаю. Это всё в одни руки. И последних два лота... Три, будет ещё третий. Три лота. Это наши стикеры, которые мы тоже делали сами. Третий где-то будет ещё. Третий мы ещё рисуем. Да. Вот. Короче, ещё раз всё покажем. Это всё достанется в одни руки, приедет к вам домой. По почте. По почте, да. От нас. Любую точку мира. Да, мы, кстати, имеем возможность любую точку мира послать, поэтому... Да. Вот. Что нужно сделать? Нужно подписаться на наш YouTube-канал, поставить лайк этому видео и написать в комментарии больше пяти слов. В принципе, всё. И, скорее всего, если вы good fucking ladies, вы это уже сделали и так. Вот. И потом мы рандомным образом выберем победителя и отправим всё это добро. Ой, наконец-то обсудим вывод книгу, да, уже? Да, телемагазин закрывается. Не переключайтесь. Ну что, мы прочитали «Охотись на Аделайн» или, как перевели на русском, «Аделин», но мы будем говорить, как нормальные цивилизованные люди «Аделайн». «No shading here». И что хочется сказать? Мы прочитали на английском. Я не знаю, наверное, в любительском переводе, может, уже и есть. Скорее всего, да. Скорее всего. Поищите, это как бы, блядь, Google в помощь. Мы читали на английском, потому что тяжело, мне кажется, в принципе, любой dark romance читает на русском. Ну, не на языке оригинала, так сказать. Не, на английском, типа, весь dirty talk, он звучит, типа, ну, окей. На русском это будет звучать... Я тебя выйму. Ну, типа, да. Твое тело сделано для меня. Ну, нормально. Это нормально звучит. Да, да, да. Так что прими это как... Данное. Хорошая блядская девочка. Шлюха, наверное. Хорошая блядская девочка. Ёбаная девочка. Ты шлюха для меня. Только для меня. Это звучит как песня. Ты шлюха для меня. Ты шлюха для меня. Стас Михайлов. Как рэп представляю. Всё для тебя. Я ноги раздвигаю. Для тебя. Я шлюхой твоей буду. Для тебя моря и океаны. Ножи и розы. Между ног. Между нами. Ножи, ножи. Что? Это другая песня. Я хотела другую песню, забыла как продолжение. Между нами города и города. Что это за песня? Я с тобой навсегда, навсегда. Ты единственная пизда. Нет, я единственная шлюха твоя. Я единственная шлюха для тебя. Это, в принципе, берём от этой книги. Не благодарите. Я, кстати, слушала часть... Я уже второй раз её читала. Я читала первый раз где-то год назад на английском. Потом... Сейчас я начала и закончила в аудиоформате. Довольно прикольная озвучка. Скорее всего, вы слушали в ТикТоке. Потому что мужчина хорошая. Я бать вас пакен ми. Да, да. Ну, прикольная, на самом деле, озвучка. Единственное, что я угорала, когда они делали акценты. Они делали акцент этой Джиллиан, которая русская. Там был такой strong Russian accent. Вот. И акцент у Рио был забавный. А, такой, типа, мексиканский? Ну, да, типа. Стюпидо. Ступидо. Вот так там было. Ещё таким, типа... Там озвучивала женщина и мужчина. То есть, ну, все мужские, типа, признают мужчину, все изменили. Мы поняли. А, то есть, мужчина один всё озвучивает. Да, он взял акценты. Ну, и она тоже делала. И, типа, да, вот, типа, то, что он озвучивал Зейда, было как в ТикТоке. А ещё он озвучивал Зейдена. Да, да, да. Из Форсфинга. Да, да, да. У нас ТикТок есть на эту тему, Настя. Да, мы снимали. Извините. А, я вспомнила! Точно, реально. Вот. И вот эти мужские акценты Рио, это, конечно, довольно забавно было слушать. Ну, наверное, на самом деле, озвучка очень хорошая. Если у вас есть доступ, послушайте. К телу. К телу и к английскому языку. Мы с Лизой читали в первый раз и читали на английском. В принципе, на самом деле, хочу признаться, что я после нашего перерыва, во время перерыва, читала книги только на русском. И мне первых полкниги было уже тяжеловато втянуться. Очень медленно всё шло. Я элементарные слова забывала и такая, типа, уважаю, как это переводится. Вот так. Ну, потом нормально, втянулась. Читать на английском, так что, типа, если постоянно, то легко. А если делаешь перерыв, то такое... На самом деле, вот я, когда тоже делаю перерыв, например, только на русские книги, я потом в начале, как бы, тяжелее идёт, даже медленнее. А потом, вот я сейчас последнее время на английском читаю, и как бы вообще было очень легко. Да, втянулась, всё легко. Очень лёгкая книга написана, на самом деле. Да, и лёгкие у неё повествования. Очень приятно для тех, кто плохо знает язык. Если вы знаете слово «фак», в принципе, половина книги уже прочитана. Нет, на самом деле я хочу... Ну, наверное, мы поругаем автора, как и в прошлом, сегодня, но я хочу её похвалить за то, что она, во-первых, довольно приятный язык повествования у неё, в принципе. Ну, для меня, по крайней мере. Описание природы тоже нормально. Описание, вообще, описание любые, там, архитектуры домов этих стрёмных, в принципе, вот тех ситуаций, эмоций, мне кажется, они довольно красочно у неё получаются. И давайте не опустим, что у неё классно получается писать секс. Да, секс у неё тоже вообще ни капли кринжа, ну, кроме каких-то моментов, которые лично нам могут не нравиться, но, типа, в целом это не выглядит кринжово. То есть в этом плане автор прям молодец. И ещё есть момент такой, что вот все эти фразы, которые мы пытались переводить на русский, они в целом, типа, они супер пафосные, и если абстрагироваться, то это, ну, типа, дичь такое говорите, кажется. Но в моменте... Но в этой книге, и вообще в целом, и Зейду это всё так идёт, это всё вот прям вот в единое целое сливается, и ты вообще не кринжуешь, оно прям, типа, оно должно быть там. И причём я читала ещё вот эту книжку «Дазед Хёрд» её, и там, в принципе, как будто бы она пыталась сделать из главного героя Зейда, но это не Зейд, у него нет его бэкграунда, вот этого крутого убийцы брутального, а там просто, типа, вроде крутой чувак, но он обычный чувак, а он ведёт и говорит то же самое, и это уже не вязалось вообще никак. Да, и я этому не верила, и мне было кринжово, скучно и так далее, а вот в «Хонтинг Эдалайн» всё прям очень классно в этом плане сложилось, и автора вот хочется похвалить за это. Если хвалить автора, то я хочу ещё поблагодарить за первую часть, описание её плена, мне очень понравилось, как она это всё написала, и вот это вот всё, что она чувствовала. Потом эти записки, кстати, у меня сначала было, ну, когда она нашла второй дневник, я такая, очень странно, опять эти записки читать в начале глав, но потом, когда она начала писать, мне прям понравилось. Записки очень классные. Записки от Ади шикарные. И вот реально в этом плане вот, типа, автор просто, ну, 10 из 10. А я хочу немножко её поругать, да? Это факт. Я скажу, в принципе, про всю книгу, потом мы уже про сюжет поговорим. Она явно пыталась выйти на максимально большую аудиторию и смешала столько кинков в одно, что это уже стало похоже на Оливье. Если в прошлой части у нас была, типа, игра в изнасиловании, у нас было где-то вот этот бридинг-труп, ну, как это, бридинг-кинг, то сейчас у нас просто мешанина, каша от малаша, и лично для меня это было, ну, странно. Я понимала, что она пыталась упасть и в тех, и в тех, и в тех, но с другой стороны, ну, типа, как-то для меня это было уже... Перебор. Я не могу сказать, что прям перебор, но я это видела, и мне казалось, ах ты, пыталась просто максимум аудитории привлечь, это вот так вот я вижу. А ещё, знаете, в чём прикол? В первой книге у нас весь секс был размазан буквально чуть ли не там, не с первой главы до последней, а здесь у нас секс — это последняя треть книги, и я устала его читать, если честно, в этой книге. Он был в каждой главе, он был очень длинный каждый раз, и я уже такая, типа, ну, красиво написано, типа, сцены красивые, прикольные, типа, всегда что-то, блядь, Зайд придумает новенькое. Он вообще, типа... Вообще, да. Креативный. Но я уже прям устала и перенасытилась этими секс-сценами в книге. Мне... Это обидно было. Как бы то, что очень много кинков уже она повтыкала туда, типа, мне было норм читать, мне понравилось всё, конечно же, но мне не понравилось то, что вот, как Настя сказала, что очень было много секса, и очень мало вот этой истории с Society, то, как они его... Это слито. Это так слито. И я такая думаю уже, ну, хотя бы чуть-чуть, пожалуйста, покажите мне вот эту вот борьбу, как вы её найдёте, как вы её победите и так далее. Ну, я понимаю, что вы хотите заниматься сексом, потому что, ну, как бы треть книги только. Уже, типа, заканчивается лимит по страницам, наверное, она такая, у меня только один секс был, что делать? Блин, кстати, вот по поводу секса ещё я, когда читала эпилог уже, ну, типа, в окончании книги, и их последний секс, там, он начался, и я такая, неужели не будет анала в этой книге? Вот, у меня те же мысли были. И он такой, и сразу же он берёт лабрикант, и я такая, а, ну, конечно же, будет, может быть. Вот, на самом деле, мне очень понравилось, как это сделали. Я тоже буквально всю книгу, каждый секс, я такая, ну, почему ещё не было анала, у них что за херня? И вот в конце, и мне очень понравилось, что это, типа, ещё она обернула, типа, шутку в конце, типа, что он мне сделал предложение, и она такая, типа, ну, если ты не занал, то лучше не говори мне, то я обижусь. Да, я, типа, кекала. Это очень забавно было, да. И я в этой книге сделала так много пометок, я, ну, не тот человек, который там на каждой странице находит что пометить, типа, не так часто я это делаю. Здесь у меня дохера, и одна из первых, то, что я хочу сказать, что вайб от Зейда, он так напоминает мне Дэдпула, я девчонкам уже, ну, типа, писала об этом, что в моментах я просто видела Дэдпула, и такая, класс, мне очень нравится Дэдпул, поэтому мне очень нравится Зейд, ну, типа, всё нормально, но это было забавно. Прошлая книга закончилась тем, что Адалайн спешит на помощь своей подружке. Чип и Дэйл. Спешит на помощь Гаечке. Да. И так как у нас, ну, типа, 21 век, она темнокожая. Да, я темнокожая. Да. Я не помню. Ты что? У неё тёмнокожая. У неё смуглая, она, типа, она такая мулаточка. Латиноамериканочка, наверное. Я же даже не помню её описание, если честно. Ну, вот она. Я так помню, что у Адалайн синамоны хэр. Это, да. Флет стамок. Ну, не было флет стамок. Я, кстати, слила, я слила, я такая, сколько раз, о, я его найду. Дважды, дважды, дважды. В этой книге чисто бинго было. И от Зейды тоже было в её адресу, типа, про флет стамок и так далее. Ну, кто может такое не заметить, конечно же. Да. Короче, первая книга и вторая начинаются тем, что... Первая книга заканчивается, а вторая книга начинается тем, что... Так, первая книга. Давайте сначала уже начнём. Она заканчивается, а вторая начинается. Представляете? Девочки, каждый раз очень тяжело идёт, когда у нас две книги фигурируют в подкасте. Мы что-то путаемся вообще. Причём две книги и параллельные истории. Да, просто всё мозг не выводит такую информацию, набор. Боже мой. Просто, знаете, вот этого женщины, там формула математическая, как это сейчас рассказать. А когда там две книги и две временные линии, точнее, два пова. Вообще, это же четыре линии. И как вы хотите, чтобы мы справлялись с этим? И это всё нам не оплачивается. Нас всего трое. Ой, собрались, собрались. Итак, начинается вторая книга, первая заканчивается. Давай, Сетка. Тем, что Аделайн спричит на помощь подружке, да, её сбивает машина, и её похищают. А Зейд идёт на миссию, и там взрыв, и приходит его друг Джей, и приходит шлюха, как её? Клэр. 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 Как эту шлюху? Самую главную злодейку. Да, она там всё была, ещё не была. Вообще, просто прописали, конечно, ужасно. Приходит Клэр, и такая, ты мой пленник. А, мы сначала про Аделайн расскажем. Аделайн, давайте. Давайте сначала мы расскажем всё про Аделайн. Я всё-таки запуталась. Я же говорю, не попозже вообще. Сейчас у нас две линии. Прошлую книгу, первую книгу забыли. Всё, две линии. Аделайн и Зейд. Зейд. И Аделайн. Аделайн. Да, первая часть. Поехали. Собственно, Аделайн попала в плен. И начинается с того, что она с травмами лежит в кабинете какого-то типа доктора а-ля подпольного, и её похитили два чувака. Они что же там? Рио и Рик. Рио и Рик, да. Про Рио мы сразу понимаем, что он не такой злодей, как они все. А почему мы это понимаем? Потому что, а если бы он не был ёбком, он был бы хэнсом. А все остальные мерзкие. Да, с животами огромными. И только Рио красивый. И только Рио красивый. Я такая, понятно, наш друг наш будет. А на самом деле, я как-то первое считала, я ещё боялась, что Аделайн, ну типа у них что-то будет больше дружбы вдруг. Потому что, типа, ну ситуация такая, ещё не было, точнее, я не сразу подумала, а когда, короче, в начале книги, не было понятно, насколько в глубокой жопе она окажется. Я не ожидала, если честно, что будет настолько жопа у неё. Потому что первая книга была больше хихоньки-хахоньки здесь, ты такой сразу, чего? Вот. Ну знаешь, я когда поняла, что этого не будет, когда в первой книге у неё жизнь разделилась на дую после Зейда, и больше ничего не может, как бы, ни один мужчина для неё уже не мужчина, кроме Зейда. Ну это тоже так. Я такая, наверное, скорее всего они будут дружить, и Зейд их двоих спасёт. Вот так я думала в какой-то момент она. Так вот, Ади, в общем, в этой очень плохой ситуации находится, вспоминает про Зейда, вспоминает, что даже когда он её пугал, она такого страха не испытывала, даже в ситуации с пистолетом. Мне на самом деле очень нравилось, когда она в голове, у неё звучали слова Зейда, которые подсказывали ей, как делать, и ещё был момент, когда как бы сделал Зейд, он героем во всех спас, а что бы он хотел от меня, что бы я сделала от меня, у меня прям вот эта вот линия её коммуникации в голове с Зейдом, за которую по факту она всё время тянулась за ниточку спасения, мне очень понравилось. Да. Согласна. Мне тоже я вот хотела отметить это. И ещё мне очень нравилось, как Адалайн в плену, разговаривала с Богом, молилась. Это Зейд был. Да, это всё же та же линия коммуникации с Зейдом. У него же два имени. Зейд и Бог. И Бог. Господь. Господь наш. Иисус Христос. Нет, не Иисус. Не Иисус. Иисус — это чужое имя. Это другой мужик. Извините, извините. Но не путай. Но давайте мы расскажем тем, кто не читал, что вообще происходит у Адала, а на то мы уже так и оважаем. Так мы и рассказываем. Давайте поподробнее расскажем про то, что с ней происходит в плену. Да. Да. Она оказывается не просто с травмами, она... У неё порезанная спина, она в отключке, ей всё болит. Она в жуткой аварии была, потом её по стеклу тащили по полу. Поняли, что происходило? Да, мы читали книгу. Понятно ли, я объясняю. Сусть в чём? Её отвезли к этому доктору, чтобы её подлечить, и это как бы... и отправить её на передержку перед продажей к сексуальным хозяевам. Да. Ты расскажешь про свои выходные спернику? Я не собираюсь спернику в сексуальное рабство продавать, ты что? Я бы дала. Обычное, в принципе, ок. Ну, по сути... Чем его жизнь лучше сейчас? Ладно. Ну, короче, и она там вся стремается, не знает, что делать, понимает, что ей нужно оттуда бежать, потому что полная жопа, надеется, что Зейд её спасёт, с улыбкой представляет, как много людей он убьёт, и она уже такая, типа, он меня испортил. Да, мой мужчина всех убьёт. И тебя убьёт, и тебя убьёт. Да, да, и все сдохнете. Она прям наслаждается этой мыслью, мне уже это понравилось с ней, она как бы встала на чёрную дорожку. Я даже написала, психопаточка, прям как Зейд. Ну, типа, отлично. Нашли друг друга. Да, это вначале, это такая психопаточка, а потом такой, да, то, что из неё произошло в конце. Вообще, мне очень понравилось. Трансформация классная. Да. В общем, тусуется она там. Ну как, лежит без сознания. Да, лежит без сознания, она несколько дней там была без сознания. Её накачивали. Да, её накачивали, лечили, всё так. Заширали спину, чтобы будущий покупатель её не видел, эти шрамы, и, в принципе, в нормальном состоянии продать. Ну, типа, в целом, чтобы она была готова к транспортировке, потому что сейчас она в полной жопе. И мы ещё не знаем, что она бриллиант, который, за которым все охотятся, и она стоит 12 миллионов долларов. Да, да, и, типа, кто-то, кто-кто, Клэр, на её, за её тушку вот эту цену выставил, вот. И в какой-то момент этот доктор пытается, типа, её спасти, говорит такой, я тебя спасу, го, со мной, и она понимает, что какой-то ты чувак стрёмный, и он вкидывает фразочки а-ля, со мной ты будешь в безопасности, вот это вот всё. Но глаза безумненькие. Да, уже одной фразы хватило бы. Вот, и она понимает, что, как бы, с ним тоже стрёмно, но, возможно, лучше с ним, чем с будущими вот этими хьюман-трафикерами, вот. И потом он на неё, типа, разозлился. Она взяла скальп и решила его вырубить. Скальпель. Да, в общем. Она решила совершить попытку побега самостоятельно, взяла скальпель, когда шла за ним, он обернулся, увидел скальпель, разозлился, превратился... Она ему засунула скальпель. Да, вообще-то... А, да, она в заднюю часть головы. А ты когда говорила, я такая, он обернулся посмотреть, не обернулась ли она посмотреть, не обернулся ли он. Я думала, что скальпель. И она такая, опа. Да. Короче, она его ударила, бронула, ну, типа, в затылок. Да. И он обернулся такой, вот офак, типа, мы же с тобой... Мы же гружили. Да, я же тебя спасаю. Нет, он, типа, как настоящий психопат, по щелчку пальца превратился в животное вообще безэмоциональное. Только с рейджем. Вот. И начал на неё нападать, но тут прибегает Рио и стреляет ему в башку, и она вся в крови, в мозгах. Вот. И... Можно помыться. Да. А доктора спасли, и она идёт мыться вместе с Рио, потому что он такой, типа, нельзя намочить швы, я буду просто это смотреть. Он будет ей говорить, типа, так, левее, правее. Вот сейчас струйка льётся, перехватывай её. Он просто рукой будет закрывать. Он ртом будет ловить. Он такая, боже... Такой хороший друг. Да. Нет, ну пока он враг, он не друг нам. Она его опасалась, но после, мне кажется, вот этого момента, когда он просто смотрел, ей ничего не сделал, даже ничего не говорил вот этими намёками, мне кажется, она уже такая, типа, угу. Нет, он первое время разговаривал с ней достаточно грязно, как и все они, то есть... Но ничего не делал, типа, хотя бы. Да, но разговаривал и, типа, внушал страх, вот это всё было от него в первое время. Потом подружились. В общем, она помылась, и они уехали вот как раз-таки в дом передержки. Ей сказали, сейчас ты встретишься с Франческой. И Франческа научит тебя уму-разуму, жизни рабыни, и вообще ты должна имести себя как пуска, чтобы не вызвать её гнев. Да, и придержи свой острый язычок за своими зубами. Острыми зубами. Острыми зубами. Да. В общем, они встречаются с Франческой, ещё узнаётся, что у Франчески есть брат Рока, тоже самый ужасный мужчина на свете, жирный, сальный, мерзкий. И Франческа всё время ходит на каблуках, такая, типа, красивая, тонна штукатурки на ней всё время. И волосы тоже есть. Вспоминала описание. И ей она где-то в середине... Тридцать. Тридцать. Да, да, тридцать-х годов с их. Да. И она, по сути, как это, снижь, а мадам. Она сказала, я ваша мадам. Да, всё так. Да, она, типа, обучает этикету и ублажанию. Да. И продаёт их. Да. И по факту, давайте просто быстро расскажем, что они вот попали в этот дом, и сначала они должны пройти, типа, к Уинлэн, этот вот охоту, и потом их продают на аукционе. И, типа, вот эта их цель, этой передержки, просто пройти эти все шаги, научиться многому, не есть и быть проданными на аукционе, чтобы Франческа получила свои деньги. И ещё параллельно быть наказанными, получать пытки. И заодно привести себя в порядок. Да. Да. Естественно, ну, типа... Кто хочет секс с рабыню некрасивой? Да. А как мы знаем, чтобы была красивая сияющая кожа, нужно голодать, подвергаться избиениям и прочим. Насилованию, изнасилованию. Да. Всегда работает. Есть только крекеры и суп. Вот это... Посмотрите, какие мы красивые. И Макдональд один раз, но не повредит. Не, это же вообще... Это кошмар был. Нет, девочки, давайте так. На нас то на штукатурке. Мне, знаешь, больше всего понравилось. Да, написано о Франческе, но я хотела, чтобы прям как мы. Да. Это наши образы. Да, мы с ним наделись во Франчесок. Фу. Нет. Кстати, по поводу Макдональдса я угарнула, что он такая, вы можете выбрать всё, что хотите покушать, даже Макдональдс. Я такая... А я подумала, им привезли, скорее всего, его уже холодным. Да, да. Кому нужен холодный Макдональдс? Ну... В засранских вот этот вот. В засранских, да. В Сиетре. Да, это всё посреди леса стоит хатка такая. Да, и там нельзя убежать, потому что, ну, типа, охранники, в принципе, гектары земли, которые охраняются, и никто там, типа, нет других людей, кроме как вот этих вот секс-трафикеров. Ну, типа, юных проституток. Да. Плюс им ещё трекинг-девайс в шею выжиляют. И татуха-раба. И их татуировку-раба. Индификационным номером. Да. Что ещё было интересно в этом доме, когда Ади приехала как бы в свою новую комнату, её, во-первых, на неделю тоже усыпляли, пока она заживёт, вся её спина и прочее, и не нужно будет эти швы постоянно насмотреть. И, кстати, ещё если про этот дом, то Франческа не накачивает своих девочек наркотиками, потому что зависимый товар её клиентам не нужен. Тоже. Конечно. Типа, вот это вот... Зловая женщина сразу видно. Да, да. То есть они... Но по всему дому были... Мне нравится очень было... Офигенное описание дома, когда она только туда пришла. Описания вообще все шикарные. Вот эти вот все шприцы, как выглядят эти мужики, которые просто там уже тоже все в дозах. Меня так раздражало. Ну, типа, я... Я понимаю, почему она это делает, но лично для меня харизматичный, красивый злодей внушает мне больше страха, чем когда мне с самого начала говорят, что мерзко выглядит это всё, и всё... Ну, так вот описано, типа, как... Ну, типа, просто внешне неприятно. Сразу, ну, типа, не знаю, как объяснить, но не так всерьёз его воспринимаешь. Ну, я думаю, здесь ещё должно было бы не только страх внушать, но и отвращение. И я думала, что вот Ксавьер этот вот, да, я думала, что она, типа, была красивой. Для меня в голове он был всё равно, типа, прям вот красивый мужик. Он не описывался как как раз-таки мерзкий, гадкий. Вот он как раз-таки описался нам как, типа, красивый, богатый, но с гнилой душой. Да. Поэтому, ну, типа, вот эти вот торчки в доме, ну, они должны быть, типа, такие, типа, если бы они все были охуенно красивыми, это было бы странно. Они просто сидят на той же диете. Да. На крекерах, супе и креке. И на девочках. Чистая диета. И анджуманджи ещё. И анджуманья? Анджуманья, да. Анджуманджи. Забываю слова склиру, простите. Эти, типа, в настолке играют. Да. Записывайте. Вы такие, а над чем шутить первая часть? Мы ещё не дошли просто до этого всего. Как весело всё. Давайте расскажем, сколько женщин находилось в этом доме в таком же состоянии. Эй, по пять, шесть. Ну, несколько девушек там, да. Одна главная сука. Да, в какой-то момент Адди спит в своей комнате, просыпается и чувствует, что на неё кто-то смотрит, и там ещё гроза была, и тут молния, и она видит глаз, типа, в стене, в дырке или что. Мне нравится, что она сразу подумала на себе. Да. Так вот, и видит глаз, потом слышит какие-то, типа, половицы здесь скрипят, шаги, потом глаза нет, и она видит, что одна половица что-то криво лежит, и она находит там дневник очередной. Мне очень нравится, что в этот момент она сама, то есть, во-первых, ну, автор понимает, что, нифига себе, второй дневник нашла, и прописывает то, что, окей, я нашла дневник бабки, тоже в такой же ситуации похожей, и я второй раз нашла дневник уже, типа, в доме секс-торговцев. Как такое возможно это совпадение? Абсолютно невозможно. Я такая, вот именно. Нет, на самом деле, мне кажется, это, ну, в целом эти дневники, они очень классно писались в книгу, поэтому убирать их было бы странно, и то, что она вкидывает такие фразы, это как будто бы... Пятая стена ломает, здравый смысл для читателя. Да, да, ты такой задаешься вопросом, типа, какого хера, это как-то нелепо, потом она такая сама понимает, что это нелепо, и ты такой, ну, ладно, дай её поснять. Смотри, это как стена ломает, такие, а где она? Она такая, а вот-вот. Да, да. Как может дневник найти? А вот так вот. Ну, нормально, когда автор сама это, типа, осознаёт, эту нелепость и прописывает, нам объясняет её, я её готова принять. А дневник это чей? Это девочки, которая тоже была в этом доме, её зовут Молли, и мы из этого дневника, там буквально несколько записок было, мы узнаём, что она там уже довольно давно, что у неё есть младшая сестра Лейла, по-моему, или Лола, Лейла, вот, и она хочет сбежать, собственно, и потом в какой-то момент дневник обрывается, и мы не знаем, что с ней случилось вообще. Но также, так как на этот момент Adeline ещё не знакома с Франческой, и она из этого дневника тоже понимает плюс-минус, что из себя представляет Франческа и нахождение в этом доме. Ну, а кто за стеной, непонятно, но спойлер, это Сидни. 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 Короче, за ней пырится, и потом приходит помогать ей привести себя в порядок, чтобы пойти в Pretty Room. По сути, это комната, в которой бельё, мейкап и всякая такая хрень. И там девушки себя приводят в порядок перед всеми нужными вещами. Она помогает Adeline... Завтраком, обедом, ужином. Она помогает Adeline привести себя в порядок, но при этом ведёт себя, типа, крепотно, и они идут в этот Pretty Room, там разговаривают с Франческой, и Франческа доёбывается до девчонки, у которой растёт родинка, что, типа, это уродство. У неё волос в родинге. Почему ты не вырвала его, и ты должна следить, потому что клиент, ты вообще, типа, ты должна быть идеальной. И чтобы наказать её, приходит Рока и вырезает родинку у неё на лице. И Adeline, конечно же, не может мириться с такой несправедливостью. Adeline даже скорее, в первую очередь, была возмущена нелогичностью этого поступка. Ну что, в чём она и права? Да. Типа, окей, волос в родинке, но расхераченное лицо... Отрезаем просто кусок кожи, который по-любому не заживёт красиво, если заживёт вообще. Но зато в шраме волос нет. Да. Ну вот это, конечно, логика шикарная. И она такая говорит, так вы её только хуже делаете этим, вы чё, бля? И Франческа такая, тебя надо наказать, и наказание Adeline — это её насилует... Рока. Рока. При всех. При всех. И никто ей не помогает. Все просто стоят, да. Да, и на самом деле вот этот момент я офигела, потому что я не ожидала, что в этой книге будет... У нас были типа в первой части вот эти изнасилования от Зеида, которые покрывались, типа вот так вот, а здесь что-то будет прямо вот так вот, я этого не ожидала. Я не ожидала, что... я знала, что будет изнасилование, но я не думала, что она будет в плену настолько долго. Да, вот эти вещи меня шокировали просто. И мне это вообще понравилось. Это было очень интересно читать, но я имею в виду, что типа вот реально, когда говорят, что вторая часть более тёмная, чем первая... Это правда. Это правда, и это не то, что типа, ну там, убийств больше будет, это прямо типа на десять ступенек такая, что темнее становится. И что я хочу сказать, вот вы говорите, я в шоке была, я нет, потому что когда я готовилась к первому подкасту, к первой части, я в ТикТоке случайно вместо Хонтинга Adeline вела Хантин Adeline. И я не понимала, что же происходит, и я знала все спойлеры из этой книги. Блин. Поэтому для меня, я была морально к этому готова, поэтому для меня не так... у меня не было особо тяжко читать, да, я такая, я и сочувствую, вот это вот всё, но при этом у меня не было вот этого вот нагнетения и ахуя. У меня не было ахуя, у меня было больше... Я боюсь так говорить. Говори. Ну типа, мне... я не думала, что настолько будет интересно это прописано, настолько будет она в такой плохой ситуации, то есть я, наоборот, типа, обрадовалась в то, что автор, во-первых, это вывезла, во-вторых, так прописала, её травмы потом, как она с ней справлялась, как она это прописала, и мне как раз-таки от этого получила удовольствие. Я просто ожидала меньшего. Да, да, да. Я думала, что она будет изнасилована, там, например, один раз, то, что уже ужасно, и что за это её спасёт, там, через максимум месяц, и ничего с ней хуже не успеет произойти. И я больше была... получила удовольствие от того, как обернулась вся эта история, и мне, наоборот, понравилось. И я очень рада, что я не знала ни одного спойлера, и только вот эти вот цитаты из ТикТока, вот эти вот три основные, и когда я на них натыкалась, я такая, о, я это знаю, так приятно было, такой, типа, у меня прямо в голове голос этого мужчины был. Ну тебя-то вообще... У меня буквально было в голове. Да, но прям я так... Как классно. Ты в наушниках слушала или без наушников? Конечно, зачем Егору это слушать? Нет, я с наушниками, потому что это неудобно, потому что шумы лишние. Я так... А нет... Ты мужа так своё называешь? Шумы лишние? Да. Мешает послушать, ну... Ну, вообще, по факту, я... Получилась так, как Лиза, я не знала ни одного спойлера, я вторую книгу начала читать сразу же за первую, когда мы ещё записывали первый выпуск, и, ну, типа, мне очень понравилась первая часть, и было очень интересно, но я просто была реально вот удивлена, насколько это всё далеко зайдёт с ней. А я, кстати, после первого нашего подкаста, я же тоже начала её читать, и я дочитала до вот как раз-таки момента с Рока, и я почему-то её забросила. Я не помню, почему. Ну, надо было другую книжку уже читать. Наверное. Мы тогда записывали раз в неделю. Мы раз в неделю выпускали подкаст, и было, кажется, тяжело. Ну, короче, её при всех изнасиловал Рока, мы в шоке, Адалайн в шоке, что это произошло, что никто ничего не сказал, и потом она привела себя в порядок, возвращается. Но её Франческа спасла вот как раз-таки в этот момент от гнева Рока, потому что она его ударила. Да, да. И Франческа её спасла, и эта Сидни как раз-таки уже начала с опаской к Адалайн относиться, потому что Франческа ни к кому вообще так не относилась, как к этой Аде, и её вот именно Daddy and Mommy issues просто начали гореть в неё внутри, что почему к ней так не относятся. И по факту, что оказалось, что эту девочку, я помню, Британи, как её зовут, с родинкой, её всё равно порезали, то есть по факту Адалайн получила изнасилование ни за что. И она поняла, что тут каждый типа сам за себя, и ты только вот будешь, например, им что-то говорить или кого-то спасать, всё равно получишь и ты, и этот человек, то есть это бесполезно. Вот что она получила. Она получила такой жёсткий, быстрый урок вообще, что здесь происходит. И она ещё поняла, что ей нужно держать язык за зубами, и что её пыл надо немного охладить, и вот вести себя по-другому. И, кстати, очень прикольно было тоже для меня, что она вспомнила вот эти тоже слова Зейда, что нужно попытаться в этих людях показать, чтобы они увидели, что ты тоже человек, и вот она начала работать в этом направлении. Да, но вообще-то это ни с кем не сработало, кроме Рио, который и так был настроен нормально. А Франческа, она просто конченая, абсолютно больной на голову человек, потому что она типа, когда вот это случилось с Адди, там было написано, что она увидела там типа испуг, боль в её глазах, типа, что она не хотела, чтобы это происходило, а потом и там защитила её, там сама получила наказание, короче, всякое такое, а потом происходит то, что происходит потом. Так она просто защищала актив свой, то, чтобы не было меньше шрамов, и всё. То есть она просто боялась, чтобы бёрдочку помнут. Там, кроме этого, прописывалось то, что ей типа девочек по сути жалко, что над ними так издеваются, но она не может, а-ля, ничего с этим сделать. Но по факту, ну она просто конченая. У неё больное, извращённое понимание всего этого. Она может быть такая, типа, ну, наверное, неправильно, но деньги-то поступают как бы на счёт. Всё, то есть у этих людей нет ничего святого, и в принципе, ну, это, господи, секс-торговцы. У неё туфли есть. Ну да, это самое дорогое для неё. И Риот. Да. Ну и дальше у Ади вообще начинаются проблемы с Сидни, потому что Сидни понимает, что к Ади особое отношение, что, возможно, и у Сидни начнутся проблемы, потому что из-за неё Франческа, из-за что она ёбнутая, Франческа начинает выглядеть плохо, и, возможно, ей будет уже невыгодно её держать у себя, как мы узнали, три или четыре года. Четыре года. Четыре года. Да, да. Но она, в принципе, это прямо сказала, то, что Сидни, ты в этом году заканчиваешь школу проституток и уходишь к своему новому хозяину. Да, да. А Сидни, ей нравится, ей уже комфортно. Это её дом. Это её дом. Это её комфортик. Да, это её комфортик, что тоже ужасно, но как мы потом узнаём, она, типа, была подобрана, украдена просто с улицы, она бомжевала, у неё очень плохая была тоже судьба. Ну, мы ещё узнаём, что она вообще, в принципе, оказывается, была в секте до этого. Да, она была в секте с Сиби. Я только под... А, она её сестра. Ну, они сестра. Они, типа, сёстры, братья, все вместе в этой секте. Главарь секты, который их, скорее всего, и насиловал при этом. Да, он их всех папа. Насиловал и называл всех братьями-сёстрами. Да, да. Но они не родные братья, типа, сёстры. По папе. Да. По секте. По секте. Он не отец. А он не отец. Он просто... Нет, она же говорила, что все дети, которые там рождались, все были от него. Ну, это уже потом, если от него кто-то залетел, ну, а это были... Подобранные с улицы дети, которые называли друг друга сестра и брата. А я думала, он действительно их и родной отец всех, и при этом ещё и... Ну, дальше, может, уже как этот в «Греб престолов», который за стеной жил. Да, да, типа того. Ну, наверное, дальше так и есть, но, типа, они не... Все, кто рожали потом, типа. Ну, это, короче, не так же важно. Ну, короче, да. В общем, по сути, у неё очень ужасная судьба была. Она оказалась в этом доме, нашла, как бы, чем ей там заниматься, как ей жить, и нашла способ, как ей оставаться жить там и не быть проданной, потому что то, что происходило там, ей было знакомо, и она с этим уже смирилась, а то, что могло ждать её после продажи, это было стрёмно. Но по факту эти чуваки, они могут тебя убить и заменить другой, а в этом доме все родные насильники, ты уже знаешь к ним подходы, манипулируешь Франческой, Рока, всем. Да, да. И, как бы, то есть, типа, ты немножечко, у тебя есть хоть какое-то, типа, влияние на свою жизнь. Да, типа, власть какую-то имеет. А там она будет никем, будет просто молчать и будут её насиловать. Её, скорее всего, убьют. Или ещё хуже, да. Вот. Поэтому она бы злилась на Ади. Ну, потому что Ади ей палки в колёса в её комфортную жизнь начала оставить. И что сделала Сидни? Она испортила все туфли Франчески. Сначала у них была тренировка к этой их охоте, или как это по-русски назвать, я не знаю. Каллинг. Как уялинг. Ну, вот, короче, к этому ритуалу, что они бегают по лесу, за ними бегают с луков. Да, у них была тренировка с стрелами на присосках, я так поняла. Да-да-да. Да, и по сути тоже, если бы кто-то попался, их бы ждало наказание. Наказание, тире, изнасилование. Да, изнасилование, избиение, возможно, что-то хочешь. И смерть. Нет, на тренировке не было. На тренировке нет. Да. И Ади рассчитала всё, она поняла, как арбалет перезаряжается, как ей перемещаться, чтобы в неё не попали, и всё такое. Но Сиби её подставила, и в итоге Франческа попала ей в ногу. Сидни. Сидни. Зачем? Имена вот им одинаковые сделали. Да, Рио, Рик. Это вообще... Я помню, мы в первой части тоже возмущались, почему Майк и Майкл, там тоже какая-то была такая хрень, и мы всё путали. Марк и Майкл. Марк и Майк. Рио, Рик, Сидни, Сиби. Да. Ну, короче, Сидни подставила Ади, и Ади получила наказание, и она продолжила её подставлять, и вот произошла эта фигня с туфлями. И Франческа подумала на Адалайн, потому что Адалайн получила наказание после вот этой охоты, и пришла с сломанным каблуком в комнату Адалайн, типа, ты испортила мои туфли. И что она сделала в качестве наказания? Сначала засунула каблук из этой туфли в Адалайн, не будем описывать как, в какое место, и пригласила чуваков на групповое изнасилование Адалайн, чтобы наказать её за эти туфли любимые и не очень. И потом Адалайн, ну, понятно, что с ней происходило, очень травмирована физически и морально, несколько раз подсвечивается, что она не может даже пукнуть без обморока, то есть настолько всё плохо. И в это время за ней ухаживает, лечит её Рио, вот. И дальше больше время движется к этой охоте, и приезжают чуваки, богатые ребята, которые пласят деньги за то, чтобы поучаствовать в качестве охотника. Будущие покупатели потенциально. Да, присмотреться. И до этого нам ещё вбрасывают до их тренировок, что есть один самый главный, типа, богатый мужчина, безумно богатый, Ксавьер, и, типа, это главный покупатель. Но она вот вначале же, Франческа говорила, что, типа, ты, Адди, вообще к нему ещё вообще не готова, потому что ты не пай-девочка. Поэтому, типа, ну, как бы ты будешь участвовать со всеми, но ты не для него. И он тоже приезжает на эту охоту, и, конечно же, ну, сразу кладёт глаз на Адди. И он знает, что Адалайн, женщина Зейда, это тоже сыграла свою роль, и он её воспринимает точно так же, как Клэр, как бриллиант. И так её и называют, что, о, тут бриллиант. Ну, они все её так называют. Да. Кликуха в этих крылах. Кроме Рио. Вот после вот ситуации с этой охотой он её будет назвать принцессой. Он её называл бэйби-гёрл. Бэйби-гёрл, да, это... А как раз таки... Кидо он её начал называть после этих... Да, Кидо. ...изнасилований всех. Да. А что я хотела сказать про Ксавьера? А, ну, он, конечно, долбоёб. Они все там такие, типа, кто-то, вот как Рио, и, например, даже этот наркоман Рик, они понимали, что, ну, им жопа. Им лучше не высовываться и потратить все эти деньги на то, чтобы скрыться от Зейда. А этот... Так Рио говорила такой, я знаю, что я уже мёртв. Да, да. Типа, даже Ади. Она такая, хорошо, что знаешь. А этот, он думает, что, типа, у него офигенная власть, офигенные бабки, и то, что он купит девушку Зейда, это, типа, делает его ещё более крутым, не осознавая, что, ну, чувак, ты беспечный слишком. Ещё и неуместный фанат голодных игр, я считаю. Да, боже, в этот момент я такая, что это? А я такая, ха. Ну, камон, это, типа, абсолютно неуместная ситуация, во-первых. Во-вторых, это и делает это ещё более криповым. То есть он не психопат, я понимаю, но я, как бы... Это было не в тему. Я, знаешь, типа, у меня была реакция, как будто бы... Я просто, когда читаю книги, я всё время вживаюсь в главного персонажа, то есть я как будто бы, ну, типа, с ним проживаю это, и я... Моя реакция была, как будто бы, если бы я это услышала в этой ситуации, такая, чё, блядь? Если что, мы говорим про ситуацию, что перед этой охотой Ксавьер сказал, типа, и пусть удача будет на вашей стороне, так как было в голодных играх. Это мы и обсуждаем, да. И я сразу начала просто, понимаете, фанат голодных игр, который их цитирует в различных, наверное, ситуациях в своей жизни, у меня начинает складываться портрет этого человека. И для меня это не вот этот один из богатейших людей мира, злодей. Сколько ему лет, во-первых, типа, 20-25? Нет, ему как будто бы около 35 тоже. Ну, короче, начинаются какие-то конфликовки. Да, так его, может быть, ему рассказывали его рабыни. Типа, кстати, в голодных играх, знаешь, как было? Вот так и у нас было на охоте. Да-да-да. И он такой, пускай удача всегда будет с вами. Ну, и ещё там был один дурацкий момент, когда Ади, они там, типа, собрались, девочки, эти мужики, и они говорят, типа, за кем каждый из них будет охотиться. И этот Ксавьер, естественно, выбирает Ади, и она такая, типа, ну, почему я всегда привлекаю больших плохих волков? Извините, мой перевод вольный. Некоторые вот такие моменты, даже когда тоже было какое-то, я не помню, перед изнасилованием, и когда она думала, что её там будут насиловать, у неё какие-то такие мысли странные промелькали. И это прямо выделяло вот тоже, типа, почему я, типа, а, я вспомнила, когда они готовились, прическу ей делали, и она такая, боже мой, я такая красивая сейчас, ну, наверное, мне не надо быть такой красивой прямо в этой ситуации, но всё равно красивая я, конечно, я такая... У меня там не так было, она такая, в этой ситуации я считаю это некрасивым, потому что мне нужно максимально отталкивать их от себя. Да, но я такая красивая, но, конечно, не в тему, но пиздец красивая. Ну, что поделаешь, если красивая. Ну, короче, начинается, собственно, эта охота. Ади всё продумала, она такая, как бы поступил Зейд, надо заметать следы, потому что, во-первых, это было ночью, что неожиданно было, обычно это у них... Да, ещё с русским акцентом, ей сказала то, что, типа, через каждые 30 шагов ещё и ловушки, тоже ей нужны. Да, ловушки, я поняла, но, типа, обычно, они все удивились, когда узнали, что это ночью будет. Да. Вот, я про это хотела сказать. Потом там есть ловушки у этих чуваков-охотников, есть очки ночного видения, то есть, типа, всё против девочек, на самом деле. И Ади хитрожопая, она, во-первых, помнит, сколько секунд перезаряжается арбалет, и она придумала, как заметать следы, чтобы её не нашли. Вот. И она такая, типа, хитро бежит по лесу, и тут за ней плетается другая девчонка. Потому что она ей тоже такая, типа, если что, здесь ловушки, типа, через каждые 30 метров, аккуратней. И она такая, я буду следовать за тобой теперь всё время. Да, да, и она за ней потянулась, при этом... Фиби её звали. Фиби. При этом она была абсолютно неаккуратная, она не заметала следы, и вся, вообще, весь труд Ади пошёл на смарку, по сути, за неё. Да. И она сказала ей, типа, я ничего не знаю, я буду держаться за тебя, я буду, типа, потому что я хочу спастись, и я одна точно не вывезу эту ситуацию. Да. И Ади возвращается на какое-то определённое количество метров, заметает за ними следы, и всё, и они побежали, и начинают прятаться. А им давали ещё 10-минутную фору, типа, суки. Ну да, чтобы они могли разбежаться. Да. И всё равно в какой-то момент находит, во-первых, Фиби её, охотник тоже кричит, и потом вот этот Ксавьер оказывается за спиной Ади. Да. И здесь начинаются самые интересные моменты этой охоты. Они убегают, Фиби попадают в плечо, она падает, говорит, что она больше не может бежать, а если их, типа, подстреливают, всё, а с ними могут делать всё, что хотят, их могут насиловать и так далее. Цель этой охоты, чтобы в тебя ни разу не попали, и выбраться из лабиринта в определённое, там, типа, короче, место. Ну, не помню, и время ещё ограничено. Да, и если вы выживете и будете там прятаться, когда закончится там час вроде бы, то всё, вы, типа, тоже в безопасности. А все остальные, по факту, ну, типа, их убивают, это факт. Да. То есть, если в вас попали, то вас не просто наказывают, но вас убивают. Да. При этом это тоже в изначальных условиях нам не оговаривалось. И то есть ты, читая эту книгу, ты, ну, типа, там не было границы, когда дича становится. Да. Типа, это всё понарастающе было. То есть было как будто бы вас просто изнасилуют. Если в вас попадут. Да, да. А потом, по-моему, расскажем лишь, что было. На самом деле, это прикольно, мне кажется, ещё с точки зрения того, как это бы написано было, мы всё узнавали, как и Адлайн, да. И вот это классно. Да, мне тоже очень понравилось. Напряжение из-за этого только росло, росло. Да. Да, и мы тоже, типа, всё больше и больше удивлялись, что происходит. Вообще, на самом деле, и вся сцена вот этой охоты, она мне пипец напряжение дышала. Очень классно написано было. Но жутко. Ситуация. Да, вообще, в принципе, всё, что происходило с Адди в этом доме, это ужасно и жутко, но очень интересно было читать. Ну, короче, типа, Фибе попали, она уже сдаётся, говорит Адлайн, чтобы она бежала без неё, к Фибе бежит её охотник, и она его в ловушку, типа, заманила, и он начал висеть, она, типа, над деревом, типа, вот. И у него упал арбалет, который Фибе начала использовать, и она его убила, короче, выстрелила ему в голову. Всё это видел Ксавьер, который тоже пытался выстрелить в Адди, в ней ни одна стрела не попала. Фибе уже понимает то, что она, ну, типа, труп, потому что, во-первых, в неё попали, а во-вторых, типа, она убила одного из чуваков, который заплатил деньги. То есть с ней, и вот, у неё нет больше шансов. И я, кстати, когда читала, я думала, что она себе выстрелит арбалетом тоже, типа, убьёт себя. А как она сама себя арбалетом убьёт? Просто берёшь, стреляешь, и это ещё не факт, что скорее ты просто в мучениях потом будешь время проводить. Ну и так, и так, в мучениях. И, короче, убегает Адди, и в итоге она спаслась. Да. И спаслась ещё Джулия, или как там её, с русским акцентом. Трое и Сидни попали в двух девочек, в Фиби и в ещё одну. Да. И Адди находит пути. Да, да, она увидела старый поезд. И для неё, типа, это путь к побегу. То есть она их запомнила, где они находятся, и сейчас она не сбегает, а возвращается, чтобы никто про это не узнал, потому что у неё всё-таки ещё трекер этого слежения есть. И на пути, когда они разговаривают с этой Юлькой, как раз тот момент, когда Юля говорит, что, типа, это не самое страшное вообще, что вообще происходит в этот вечер, их, типа, настигает косовер, и такой, девчонки, отдыхайте. Прогуляемся. Да, я вожу. Могу провести до дома. Буднично абсолютно. Те как будто бы не охотились. И в итоге они втроём, молча, просто идут 25 минут обратно. Вот, её переодевают Адди. В, наверное, в корсет, в такое вечернее платье. Платье, это как бы громко сказано, которое, типа, не прикрывает ни хрена. Типа, для того места, видимо, это платье носится. Да, да. Делает прическу вот эту вот ей, Сидни, намекая на то, что она ебётся с Рио, и Рио в неё влюблён, типа, в Адди. И, ну, короче, немножечко манипулирует и подначивает её, чтобы вывести из себя. Что произошло? Адлайн её просто прижала к стенке и немножечко сказала, ну, указала на её место. Да, ну, то есть Сидни, на самом деле, рассчитывала вывести её из себя не таким образом. Нет, конечно. Она думала, что Адди будет, ну, типа, как-то ревностной или ещё что-то, а Адди очень красивая. Адди показала ей, кто она такая, типа, напомнила, что, типа, за мной заейд. Это иллюзия, если ты думала, что я слабачка. Да. И Франческа как раз-таки в этот момент заходит, и Сидни начинает, о, боже мой, она меня тут ударила об стену, и она такая, ну, значит, осужила. Франческа просто такая, типа, о, боже мой, меня доставили. Эти талии у нас уже. Эти девки просто, что за школа-то? Так, на самом деле, там так и было, по сути, потому что Сидни продолжала пакостничать и пытаться скидывать это на Адди, но Франческа знала, что это Сидни, но она всё равно наказывала обеих, потому что они просто её заебали. Они заколебали её, да. Ей было влом разбираться. Да. Да, конечно, она такая, я вас двоих накажу, может быть, вы в какой-то момент прекратите, но... Да. Короче, потом у них мини-фуршет-вечеринка, где их накормили Макдональдсом, да, всё классно, и после этого Рио как бы спасает Адалайн из объятий Ксавьера, потому что она не может ему отказать, а он к ней липнет. Он трогает её за жопу прямо. Он её спасает и ведёт в ванну, чтобы, типа, поменять повязки на спине, хотя, по сути, этого не надо было делать, просто он спасает её и говорит, пока не благодари меня, потому что дальше будет хуже. И вот с этого момента у них начинается дружба. Ну, по сути, да. Да, то есть вот с этого момента, и он ещё в этот релесс рассказал, что он здесь и не может ей помочь никак из-за того, что у них его младшая сестра пятнадцатилетняя, и ему всё время угрожают её, там, типа, смертью, продажей и так далее, но она уже продана. Ну да, типа, что с ней будет ещё хуже общаться, чем есть на самом деле. Да, и манипулирует им за его сестры. Да. И поэтому он просто молча смотрит и делает всё, что о них говорят, но ему тоже не нравится это всё. И он никогда не переступает черту, то есть он не участвует в этих изнасилованиях, в наказаниях никогда, то есть делает bare minimum этой ужасной работы. И вот Аде поменяли её бинты, и она узнаёт, что будет происходить дальше в этот вечер. Ивент основной, и они такие, типа, а разве не это был ивент, что за херня? И они приходят в зал, где им привозят голых, избитых, замученных, миллион раз изнасилованных вот этих девчонок Фиби и ещё одну, которые во время этого охоты как бы попали в них, и говорят, что девчонки их убивайте, оставшие, выжившие, и закапывайте. Вот так. И дали камни. Камни. Пиздец. Это жутко было, очень жутко. Типа выживают сильнейшие, слабачки в этом бизнесе не нужны. Очень жутко было читать, как Адалейн приходится убить, по сути, единственное дружеское лицо в этой тусовке, и она не убивает ударами, а разрезает, ну, ерёмную вену ей, чтобы она максимально безболезненно ушла. И, по сути, да, Адалейн совершает убийство, и это тяжело читать, но я хочу отметить, что чаще всего у нас главная героиня каким-то образом, типа, находит возможность не замарать руки. Здесь этого не ждите, здесь у главной героини руки по жопу в крови. Мне ещё нравится, что она отталкивает эту Сидни и вырубает её, потому что она не хочет, чтобы над Фиби издевались. То есть, по факту, это очень сильно разозлилось Сидни, во-первых, Франческу тоже, потому что по факту она её ослушала, с чего она не должна делать, и спасает Фиби, по факту, давая ей спокойную смерть, не такую быструю, да, быструю смерть. Не, спокойно, просто быстро, потому что иначе, ну, типа, забиение камнями, это не быстро. Да, она бы просто её мучила. Да. И вот в такой ситуации, ей приходится жить с этим убийством своей подруги на руках. Ну, подруга — это громко сказано, наскорее... В этой ситуации, мне кажется, уже, типа... Ну, это была девушка, да, типа, в принципе, все, кроме Сидни были друг другу дружескими лицами, там, они все были в одной... Ну, и Сидни была в этой ситуации, но она даже от этого получала наслаждение, потому что она в этом участвует много раз, потому что обычно девушки только один раз проходят через охоту, а Сидни уже много раз, и она получает удовольствие, получает удовольствие от вот этого мероприятия после. Причём она это проходит, даже, ну, как бы, финальный вывод со всей этой ситуации — это тебя продают. Продажа, да. А ей это вообще неинтересно, она как раз таки манипулирует, чтобы вот этого финала для неё не было. Да, да. То есть, по факту, она проходит через эту охоту и убийство по фану. Ну, не по фану, это типа... Это её способ быть непроданной, ей нужно там находиться и так далее, но она получает удовольствие от этого. Вообще она наслаждается, она рада в каждой секунде того, что происходит. Да. И она же разозлилась, что её вырубили, и она не смогла убить девочку. Дальше у нас такая ремарочка в книге, написано «Два месяца спустя». И это очень классный ход автора, потому что ничего не бывает хуже, чем то, что происходит в нашем воображении. Да. И мы только в воображении можем представить, что с ней происходило, мы какие-то краткие обрывки в течение всей книги узнаём этих двух месяцев, но по сути в момент, где написано «Два месяца спустя», мы думаем о самом плохом. Да. Это, по факту, ещё один удар по Адзе, по состоянию, и ещё один момент, где ты такой... Два месяца длилось то, что мы читали сейчас. Да, да, то, что уже было довольно тяжело, и два месяца спустя это такой... то есть, типа, стало ещё хуже. Да. И оно как бы не останавливается. И вот этот момент, когда она готовилась к встрече, то есть её уже, типа, подготовка к продаже к Савьеру, и ему разрешили навещать её один раз в неделю. Да, как бы негласно, он уже её хозяин. Да. И когда она на третий раз к нему готовилась... нет, четвёртый это был раз. Какой-то раз. Ну, короче, последний раз, когда, типа, вот, она к нему идёт, она готовилась, и вот эти вот мысли, то, что она забыла, что такое смеяться, улыбаться, и она хочет, типа, улыбаться, и поэтому сделала красной помадой улыбку Джокера. И это про охеренный момент. И когда она выходит, и Франческа смоет, и она такая, очень грустно, никаких улыбок для меня сегодня. И я просто... Я всплакнула на этой сцене. Я тоже, и у меня так... я... ну, вот в этот момент ты понимаешь, что то, что мы прочитали, скорее всего, это была верхушка айсберга, что с ней происходило эти два месяца. И офигительный ход. Да. Опять-таки, автор молодец, она очень классно сделала это всё. И мы ещё в этой последней их встрече узнаём то, что Ксавьер не просто ужасный человек, он ещё и получает наслаждение, когда, ну, типа, режет тело женщины, и оно истекает кровью. Красный, да, его любимый цвет. В общем, единственный момент, то, что Адди себя ненавидит за то, что она... он доставляет ей оргазмы. Да. Она получает удовольствие. Не удовольствие. Ну, типа, оргазм. Она испытывает оргазм. Это реакция тела. Происходит и только. Но она, чтобы он всё не делал, как бы он её не резал и как бы он её не насиловал, она отказывается называть его имя во время секса. Да. Это последнее, типа, то, что она оставила для себя, и всё. А, один раз она назвала, самый первый раз, она прокричала имя Зейда, за что тоже было наказано потом. Да, а у этого чувака просто фиксация на Зейде. Вообще, ну, типа, ему, на самом деле, он хотел Зейда всё это время, мне кажется. Да, он такой, я тебя сейчас ебу лучше, чем Зейд, ты забыла его имя, но ей нечего говорить, кроме как да. Она, типа, думает одно, говорит да, и вот просто вот это вот, во время секса просто, типа, Зейд, 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 Зейд. И она такая, да. А мой член больше, чем у Зейда. Да, да, она такая, думает, нет, конечно, такая, да. Реально, у него очень большая фиксация на Зейде была. По сути, ему Адалайн и нужна была ради этого. Да, он хотел. Чтобы почувствовать себя Зейдом. Не Зейдом, а настолько крутым, что он как бы круче Зейда ещё. Да, да. Нет. Нет, конечно. Всё это время Савьер её нещадно режет и оставляет шрамы, которые залечивают Рио после каждого прихода к Савьеру. И так как он уже, по сути, покупает её, ему уже разрешают это делать, то есть оставлять свои метки. И, кстати, вот Франческа же после этого последнего визита, она её увидела, что, типа, Ксавьер с ней сделает, и она как будто бы тоже, я не знаю, может быть, это просто я уже ждала этого, но как будто бы она, ей было, ну, сожаление какое-то. Да, это было в ней. Всё время, и в этом и был вот этот, типа, конченность этого персонажа, в том, что она не была вот злодейкой. Сто процентов, типа, pure evil. Да. Была она, по сути, но нам ещё пытались какие-то человеческие черты симпатизирующие. Ну, это не играло то, что, типа, ну, она тоже человек, а я такая думаю, из-за того, что она испытывала это сочувствие, я считала её ещё более ёбнутой. Да, потому что ты понимаешь, на что ты их обрекаешь, и ты ни слова не говоришь, то есть тебе их жалко, но ты такой, окей. Так, и не только окей, она сама им рада доставить боль и унижение, и одновременно в ней вот это сочетается. Больный человек. Дальше Адалуайн привозят на встречу с Клэр. Вообще, на самом деле, такое популярное имя Клэр Бадор. Клэр Фрейзер. Я всё время представляла Клэр из Орудия Смерти. У меня была рандомная дженерика «Женщина 50 плюс». И, кстати, Клэр, что в «Чужей странке», что в Орудии Смерти, это положительный герой, а не злодей. Вот Клэр злодеев, видимо, в первый раз. Ничего себе, какой анализ. Обалудись. Глубокий. Наши преподаватели русской и белорусской литературы сейчас где-то плачут. А про занавески что-нибудь скажут? Занавесок в доме не было. Не было. Приводит её, короче, Клэр, и тут Эдалайн впервые узнаёт вообще, кто повесил на неё ценник. Она сначала такая «Я её знаю», и она не могла её вспомнить, она такая «Ебать, это же жена Марка». Да, да. Это, казалось, жена Марка из прошлой части, которую как бы была сама жертвой абьюза, но на самом деле это она дёргает за ниточки. Я вот это вообще не вкурила. Боже мой, какой ужасный злодей. Это просто бред. Она позволяла ему себя избивать, но он не знает, что я его начальник. Да. Это полный бред. Вот это минус... Нет, это слитая херня. На самом деле, это один из моментов, за которых я сняла оценку книги, что вот эта линия была полностью слита. Ну, короче, и Клэр такая злодейка, типа, вот ты будешь продана через три дня, а не через три недели, потому что мы не можем рисковать, что Зейд, типа, ты на аукцион не пойдёшь, и ты будешь тайно перевезена, бла-бла-бла, мы не можем рисковать, что Зейд тебя найдёт и выкрадет, и всё, короче. Как будто бы он так этого не сделает. И это становится одним из таких катализаторов для Аделайн, что нужно бежать любой ценой. Она ложится спать с мыслью о том, как ей сбежать. Конечно же, всё это время она документирует свои мысли в этом дневнике, и ночью на неё нападает Сиби, ой. Сидни. Сидни. Типа, что я сейчас дам, что ты хочешь сбежать, и тебе жопа, и вообще, меня будут любить. А тебя нет. И Аделайн убивает Сидни карандашом. Ручка, которая писала. Ну, да, автоматическим карандашом, там, по-моему, ручкой. Ну, короче, чем-то писательным инструментом. Как настоящий писатель. Писатель, да. Красиво. Вот это анализ произведения. Причём она, как раз-таки, вот эта ручка, она как перо идёт с чернилами, и она прямо вот этой хернёй её закалывает. Прям вот как. И заходит Рио такой, ебать, чё ты натворил, малыха. Ситуация эскалируется просто с... Да, да. И вот этот момент, когда она, ну, типа, от шока говорит, что я её убила, потому что она знает, что я хочу сбежать. И потом в этот момент теперь он тоже знает, я Сидни за это же убила, как я... теперь мне придётся Рио убить за это. И вот она ему говорит, помоги сбежать, по-братски. А за это Зейд спасёт твою сестру. И он такой, добро. А он такой, а что ты раньше не предложила? В итоге он такой, так, охраны не будут? Беги. Блин, вот эта ситуация с этими грёбанными бутылками. Вообще. Что происходит? Адла надевает на себя всё, что есть в комоде в её комнате, берёт журнал свой, дневник. Причём она в дневнике, как и её бабушка, оставляет след красной помадой. Да, она украла помаду из бьюти-рума. Да. И она спускается, решает взять для себя там батончики мюсли и две бутылки воды, и складывает это в пакет. А в зале сидят эти обкурки, которые... Один спит. Один, да. Которые, ну, полностью под приходом, он в отрубер дрыхнет. Один из тех, кто её насиловал. Неоднократно, да. Причём Франческа и Рока живут тоже в этом доме, ну, они тоже спят, короче, всё. И у неё рвётся пакет, и бутылка выпадает. Она её поднимает. Этот мужик всё ещё храпит, типа, всё нормально, он спит. Она делает два шага, и у неё выпадает вторая бутылка. Я вот в этот момент такая, блядь. Но тоже, знаешь... Это вот жизненно, если честно. А, и, типа, в сцене это добавило тебе напряжение. Ты читаешь такой, типа, господи, ну, пройди как мышь, тихо, и уйди оттуда просто, пожалуйста. И реально напряжённо это читать было. Но я такая думаю, вот когда вторая бутылка упала, я такая, это вот... Со мной бы то же самое, блядь, произошло. Вот, если честно. Типа, я такая, это сто процентов было бы так. Это не могло пройти слишком легко. Мужик просыпается и такой, а ты что, сбежать захотела? И она такая, мне тоже понравилась мысль, то, что не скажу же я, что я охране решила еды принести. Типа, логично. И в итоге он ей говорит, я не позову сейчас Рока, Франческу и всех мужиков, а изнасилую тебя в задницу. Да, типа, нагибайся, мы должны давно подпробовать анал. И она его убивает, разрезает ему горло и убегает. И бежит через лес и прячется в одном из трейлеров, который она нашла недалеко от железной дороги, решает переждать ночь и потом валить по железной дороге дальше. Мне очень нравилось ещё, как она описывалась, как ей плохо, когда она бежит, то, что она изнемождённая полностью, и что она даже не может поблевать, потому что это будет след, по которому её могут отследить. То есть офигенно прописано. Да, и её эмоции, когда она уже в этом трейлере, и когда она уже понимает, что, типа, ну, скорее всего, она не сбежит, и она такая просто, ну, это не такое плохое место, чтобы умереть, потом эти белки. Блин, вот эта история с белками, когда она просто спит и просыпается, и, ну, мы понимаем то, что она убегает из секс-рабства, и, скорее всего, эти чуваки неподалёку, её найдут, и она просто начинает разговаривать с белками, и ты такой, я вот плакала, у меня так было грустно. И когда она вот поговорила с белками, типа, то, что поняла, что происходит опять, типа, вернулась в реальность, и такая, я больше не хочу здесь умирать. То есть просто появились силы, и она такая, всё, значит, я выхожу. И в итоге она слышит какие-то голоса, шаги. И мы переносимся к Зейду. И мы давайте вернёмся, да, в прошлое. На начало книги. Оппа. Итак, вторая книга. Что в этот момент происходит у Зейда? Он врубает полный Дэдпул-мод. Просто это мужчина слетел с катушек, вообще. Мне кажется, вот на этой части уйдю улыбаться. Просто, боже мой, если вам не понравилось и в первой части, то во второй ты такой... Чисто husband material. Нет, понимаете... Как вообще так можно было хорошо написать этого персонажа? Да, она ему добавила всё просто. И если мы в первой части говорили, что она создала идеального мужчину, и типа, ну, камон, кто рядом вообще стоит, то здесь, понимаете, к этому всему он ещё и готовит хорошо. Это пиздец. Да, это... Камон. Короче, вот тот момент, когда она сказала, типа, что он готовит, ну, к боже мой, он ещё и готовит. Я такая... Я написала коммент, типа, а что он вообще не умеет делать? Вот что? Он умеет всё. Он просто... Ну, бог. Да. В этом-то и суть. Это просто... Ну, как? Какая контраст-смена настроения. Ковчёнки. Уже ебальники уже рвутся. Мне кажется, штукатурка посылась. Треснет сейчас, да? Ой. Что происходит у Зейда? Во-первых, он в взрыве. Он во взрыве. Да. И он узнаёт, что это Клэр, которая такая, я тебя словила. Да, и она ему пушку на голову приставляет. И в итоге она его и... Забыла, как его зовут? Дэйв? Джей. Джей. Его и Джея. Ну, типа, вы идёте со мной, я, ну, типа, вас краду, и всё, типа, вы под моё... Я вас краду. Вы под мои охраны. В принципе, она такая злодейка, что могла бы это сказать. И она вас крадут. И крадёт. Она всё это время, Клэр, я имею в виду, она как будто реально хотела заедать себе. Да. Не в пленнике, а в мужики. Да, так и есть. Это факт. Я думала, я такая, ебать, я вижу под смысл. Не-не-не, это факт. Это то, с чего она и хотела. Да. И поэтому она Адди как раз-таки выставила на вот эту всю ситуацию, чтобы избавить от конкурентки. Ну, конечно, долбойбизм. Нам, конечно, нравится Заид, но я бы на такое не пошла. Короче, украла Клэр. Угнала. Тебя угнала. Ты был мечтой моей Хрустальною. Это саундтрек Клэр. Да. Угоняет их, они садятся в мини-вэн, типа, едут. Как мне нравился момент, когда они вспомнились про свой наушник. Да, офигенно. Это просто шикарно. И Заид такой, так, мне нужно сказать слово call, чтобы связаться со своей братвой. Да. И такой, типа, я что, не могу позвонить своей бабушке? Но, Джей, это просто огонь. Это смешно было. Вот в книге есть такие моменты, когда я прям угорала. У меня дохера моменты, где я просто ржущее смайли не ставлю. Да, да, да. Просто, когда он такой, типа, ну, чтобы никто не понял, что это вызов подмоги. Такой, а я могу тоже позвонить? Да. Он очень лично себя вёл. Да. И в целом, типа, и мысли Заида, когда он такой, боже мой, можно, пожалуйста, не так палевно? И Заид себя очень классно вёл. И, во-первых, типа, как он поддерживал Джея, потому что он видел, что тот нервничает, и, по сути, Джей там оказался случайно. Он абсолютно не полевой сотрудник. Он сидит за компом, и он просто приезжал на помощь к Заиду, когда он понял, что там подстава. И Заид ему помогает морально, типа, что всё будет ок. и потом, когда они едут, с ними был этот охранник один, что у них вот началась перепалка про бои на мечах. Охерен, охерен. Не думай, что ты сможешь, типа, устраивать уроки, обставание со мной, тебя выиграл. Он вынес понятие Big Dick Energy на новый уровень. Вообще! Смущался? А я вообще... Ну, психопат. Ну, вообще... А что говорится же? Ну, Заид. Да. Короче, да, вот этот момент был очень смешной, и вся эта ситуация, она была очень комичная, на самом деле. И потом они дозвонились, типа, машина останавливается, Заид всех убивает, Клэр спасается, и, в общем, они тоже спасаются. Прикольный момент про Джея, то, что, чтобы не кусать ногти, он их красит. Да. Вообще. Ну, они у него всё равно были уплнены всё время. Да, потому что ситуация стрессовая, Настя. И мне очень нравится, что он такой... Ну, он би, и он такой всё время ремарочки. Прожаешь потом, и мужчина тоже. Да, да. И мужчина тоже. И ты читаешь, и такой... Он тоже хочет что-нибудь Заида. Да. Как и все. No judgment. Да. Ну, что происходит? Заид пытается найти Ади. Он в больнице. Потому что ему тоже нужно пофикситься. Господи. А когда он встаёт, его привязали к кровати, и он просто встаёт с кроватью на спине, и я просто в шоке вот... Это очень классный момент, на самом деле. Типа, он мне вот с первого прочтения отпечатался в мозгу, потому что я такая, типа, мне одновременно смешно, и я такая... Я читаю, и такой, боже мой, а как так? Как жить после... Да, чувак чисто готов идти с кровати на спине. И медсёстры такие, можете, пожалуйста, ну, обратно... Да, медсестра очень классная, такая, типа, я понимаю, ты хочешь спасти свою девушку, но только, пожалуйста, больше так не делай. И потом же тоже был момент, когда он такой, я могу опять встать с кроватью, и он такой, не надо. Да. Я уже поняла, что ты это можешь? Пациент у нас интересный. Да. Я представляю просто, прикинь, что произошло на работе у меня сегодня. Чувак просто встал с кроватью, прикинь. Да. А он просто весь в побоях, ну, типа, пропал, ну, нужно лечиться. Ну, у него контузия была. Короче, и там они в больнице, когда сидят вот это за компьютерами, узнают вообще, кто похитил Ади, кто за этим стоит. Мы узнаём, что это был Макс, это был друг Арчи из прошлой книги, которого Зайд уже убил, но там у них была договорённость, типа, я твою семью не трогаю, и ты меня не трогаешь, и там произошла максимально вообще нелепая... Мискомьюникейс. Мэн-момент произошёл, блядь. Ну, типа, максимально тупая ситуация, из-за которой вообще всё началось. Это такой бред. Да. Это вообще... Я когда читала, я такая, серьёзно, блядь. Вот серьёзно. Да. Так и Зайд так же. Так серьёзно. Это как вот в Ночи Дьявола. Может быть, ты, блядь, бы подумала, поговорил. Такой прямой текст говорит, прежде чем кому-то мстить за убийство, убедись, что ты, блядь, тому человеку мстишь. Короче, что произошло? Расскажем просто в красу. Вы такие возмущённые. А я так этот момент выписываю. Я такая думаю, как человек, который, типа, в мафии, как он там, при бабках, при бизнесе, как он может быть на своей позиции, если он такой тупой. Они все тупые там, понимаешь? На позиции был его батя. Я не понимаю. Батя, ты тоже, блядь, идиот, которого убили. Какого хера? Не, ну его-то убили, а чё нет? Не, ну, вообще-то... С чем он виноват? С чем его убили? Если он глава мафии, то насколько вот хуёвая охрана у него? Давай так, а если профессионалы работали, Зайду... Кто, кроме Зайда, профессионал? Это же верно. Ну тогда с Макса все обвинения сняты. Если только Зайд может убить... Сняты обвинения с того, что отец Макса не виноват в том, что его убили. Ладно, окей. Потому что он долбоёб. А вот Макс долбоёб. Итак, рассказываем, о чём мы говорим сейчас. Итак, Зайд понял, что это дурак Макса. Дурак? Извините, я просто хочу угорать на стоп. Угораю, Настя. Всё, плохая часть прошла. Я на грани измерики. Дальше только будет весело, если тебе кажется. Всё правильно. Короче, к подкасту. Что ж произошло таки с Максом? Да, Зайд его находит, убивает всех. Опять же, думает, что охрана, конечно, отличная. Ты мне сказала, что с Максом. Он к Максу идёт. И он убивает же всех в этом особняке. И такой, господи, охрана ужасная. Да, если бы они были нормальны, меня бы уже давно убили. То есть он даже понимает, насколько вообще система у них говно, а не мафия. И он приходит к этому Максу и такой, а в чём проблема, собственно? У нас был договор с тобой. Я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь. Он Макс ему говорит, ты убил моего отца, ты нарушил наш договор. И он такой, я твоего отца не убивал. Типа, с чего ты взял вообще, что это я? И он говорит ему, короче, я получил видео, где убивают моего отца и там твой голос. Не твой, там просто рандомный чувак ему позвонил, сказал, что это Зейд, я Зейд, я убил твоего отца. И он говорил, что типа, нет, мне кажется, голос был что-то. Нет, он даже сказал, что ты даже по голосу не проверил. Точно, да, извините, да, потому что типа, это я говорил, он такой, я ХЗ, и он такой, я не убивал его. И он такой, ну я думал, ты убил. И он такой, ты чё, долбоёб? Да. И в итоге, как он красиво убил его за такую оплошность. Я, я не знаю, может быть, что-то не так, но я, нет, это красиво было, но мерзко. Я прямо удовольствие получила от головы. Типа, фантазия у Зейда по всем фронтам работает, что надо. он такой затейник. Короче, что вы понимали, он изобрёл хуйню, он убивает человека и его обратно реанимирует, чтобы убить ещё раз. Да. Потому что недостаточно умереть один раз за такой проступок. Да. И причём, в какой-то момент, когда он второй или третий раз его воскресил, вот так вот, он такой, я даже не начала ещё вопросы задавать. И я такая... Это было всё для удовольствия. Как классно. Просто. Нет, действительно, вот, многие говорят, морали грей, морали грей. Он грей. охуенно. Это должно быть, это должны быть сомнительные поступки, которые вызывают вопросы, и, ну, типа, если ты такой любитель этого всего, то ты такой, это классно. Это было классно. Это было очень круто. Ты такой, это мужчина мстит за то, что его женщину в такую ситуацию вообще, ну, типа, довели до такой ситуации. Это такое, ну, причём ни за что. Да, и причём, да, на самом деле, очень круто, что это триггером ко всему был вот такой дебилизм этого Макса, за что, мне кажется, он поплатился вдвойне. И в четыре дни, наверное. Да, типа, не только за то, что он это сделал, не за то, что ещё, что послужило причинам. На самом деле, вот, я очень люблю дарк-романцы, и во многих, типа, ну, это по уровню, типа, вот этой вот шкалы перчиков, да. Вот мне не нравится, когда авторы делают в злодеев такой, типа, он хороший злодей. Он злодей, который вот убивает только тех, кто заслужил, вот это вот, ну, короче, вот такие вот моменты бывают. всё равно, они такие, типа, как будто бы она оправдывает его. Да, вот, Робин Гуд. Отличная аналогия. Но вот Зейд, мне нравится то, что он плохой, он это знает, Адзи это знает, и она это принимает, мы это принимаем как читатели, и он ещё лучше становится от этого. Нет, но объективно, Зейд плохой, но он свою вот эту черноту в душе направляет на хорошие поступки. Давайте так, он психопат, который находит правильный выход к своему вот этому вот отклонению. То, о чём он той же Адзи сообщил. Он такой, я люблю убивать людей, мне в кайф, я от этого дрочу, кончаю, мне охуенно. И он такой, ну, я, типа, убиваю плохих людей, поэтому я, ну, типа, плюс-минус, да, я буду гореть в аду, но при этом... Там мне будет весело. Там я ещё раз убью всех этих бразей. И опять же, кстати, я когда читала, начинала читать вторую часть, я боялась того, что я говорила в первом подкасте, что ему дадут какую-то причину для этого. Опять же, типа, там родственники были в секс-торговле. в первой книге объяснили, что этого нет. Я боялась, что всё равно, может быть, он там не до конца что-то сказал, и вот выяснится всё равно какая-то такая херня, что у него был вот мотив к тому, чтобы быть таким. Слава богу, мне была я такая, слава богу, просто человек делает, что хочет. Короче, убивает он Макса, ещё он делает одну гадкую вещь в конце. Он произойдет его писю и засовывает её. Ну а что у него там? По сравнению с Зайтом. Чисто горошинка. Да. И засовывает в рот его. Всё это в сознание. А ещё мне, кстати, очень понравился этот момент, когда он говорит тебе продай, и Зай такой, блядь, да, я забыла. Я тоже угадала, на что он такой, ой, Ади любит Даю, наверное, будет неприятно, если я её не спасу. И он же ещё думал, что если Ади любит Даю, я люблю Ади, значит, Даю моя семья. Всё. И я на неделю про неё забыл. Не, ну у него были вещи, которые нужно было делать срочно для спасения Ади. Конечно. И он едет спасать Даю. Да. Она привязанная к стулу, она у друга этого... Макса, Люка. Мам, Люка, да? С которым она в первой части пошла на секс на одну ночь после свидания в клубе. Она привязанная к стулу, и мы узнаём то, что он её насиловал. И оправдывал это, я по тебе скучал. Ну, какой-то тот же кончик. Слушай, а они все... Это мафия, просто одно слово, а не мафия. В итоге он развязывает Даю, пытает Люка, узнаёт у него типа все подробности, и Дая по факту его убивает. Да, тоже рада стоять на чёрную дорожку. Вообще очень красиво. она работала в корпорации Зи, где, собственно, они убивали людей, она этому способствовала, поэтому она, в принципе, сразу такая немножко девушка, загадка, я бы сказала. И она такая, ну, он меня носил, его мучил, он, типа, я его убью. У меня там была фраза, типа, ну, он такой, Зей спрашивает, типа, что он с тобой делал, и она говорит, ну, ничего, что я ему не позволяла сама раньше, но сейчас это было нон-консенсуал, так что умри, мразь. На самом деле, она как будто бы сначала, что мне показалось, типа, не трогай его, а потом такая, я его без ума. Да. Ну, она хотела это сама сделать, да. Да, молодец. Они убивают его. Да. Зейд вместе с Джеймом находят доктора, помните, который Аделлайн сначала заштопала, потом пытался её украсть в своё личное сексуальное рабство. Они находят вот эту его клинику подпольную, приезжают туда, и по уликам, по следам находят, что вот здесь была Ади, вот тут вот её лечили, потом её пытались повредить как-то, но какой-то другой человек, либо сама Ади, застрелили этого доктора. Что делает Зейд? Он его труп увешивает через окно и поджигает всё здание. Он, в принципе, такой пироман. Параллельно он ещё узнаёт про съёмку, которая, типа, с камер, и узнаёт то, что этот доктор насиловал своих пациентов любого возраста. Да, да, пока эти были в отключке. И мы, кстати, не знаем, насиловал ли он Ади, можем только догадываться. Это не прописано было в книге. Да, это было так, что как будто Ади не знает сама, и поэтому мы не знаем. Нет, она как раз таки... Ади же говорила, что, типа, или это было в доме, что когда она была в отключке, она бы поняла, типа, что... Это было в доме. Это в доме было. Но мне кажется, Рио за ней всё равно следил немного, то есть он бы не сделал ничего. А я, наоборот, хотела запрешить, и, типа, ибать, как автор молодец, что оставляет такую вещь. Я про это даже не думала. Как Адлайн не догадывается, что с ней такое могли сделать, так и мы не догадываемся, и только можем, типа... Давайте оставим это так. Нет, ну, видишь, каждый читатель как воспринял, так воспринял. Это классно было. Это классно, на самом деле, когда так, да. Там прикольный был момент, мне понравилось, это было примерно параллельно с событиями Адди, когда она у себя в голове становится всё, ну, типа, всё более коррабт, испорченный и так далее. Так и Зейд всё время... Ну, типа, и это согласно на то, что, типа, Зейд меня, а-ля, испортил, теперь я так всё воспринимаю, я рада, что он убьёт всех и так далее. Так и Зейд в этой же сцене, когда закуривает, он такой, типа... Да. Но она же меня просила не мусорить, и он, типа, вспоминает то, чему она его научила. Да, прикольно. И это примерно параллельно всё происходит, и очень прикольно это отслеживать. Но при этом, когда он уже докуривал сигареты после того, как поджёг дома, такой, ну, типа, эту одну можно уже... Она простит мне, потому что это за неё. И на этих, типа, видосах он замечает одну, которая ему попалась, типа... Подозрительной. Подозрительной, да. То, что какой-то мужчина привозит маленькую, восьмилетнюю, вроде бы, девочку с простреленной ногой, этот доктор её лечит, и у них, типа, этой девочке, мужчина, который её привёз, странные, типа, взаимоотношения, как будто бы он не понимает, то ли... Это фетиширует он? Да. Или это он сочувствует девочке? Да, то есть... И вот это его заинтересовало. И они начали копать в это направление по поводу этого мужика, по его фургону и так далее, и выяснили то, что этот чувак относится к братцу Василиса, близко, это четыре вроде чувака, брата, типа, которые торгуют органами, но про них есть небольшие слухи на некоторых форумах в Даркнете, что они торгуют органами, но они выкупают людей из секс-рабства, например, вот этих вот, которых продают, и их лечат, и отправляют жить дальше, если они этого хотят, и если они этого не хотят, они их на органы распродают. То есть они, типа, хорошие. Да, они, то есть, органы не забирают у рандомных здоровых людей без их воли, то есть, и потом отдают это нуждающимся. Да. И, если возможно, спасают. Да. Вот, то есть они, типа, а-ля Зейда. Да. И он такой, с этим можно работать. И у этих братьев есть тётя Тереза, которая... Мама Тереза. Мама Тереза, да. Которая они ходят. И Зейд, блин, этот момент, я не знаю, ну это просто вообще, когда они с Джейм разговаривают, то что он такой, я пойду к ней, попрошу её привезти, её, типа, чуваков, что... И мы с ними договоримся, и он такой, типа, а как ты вообще, типа, её уговоришь? И он такой, говорит, а ты же нравишься женщинам. Нет, он сказал, типа, ladies, love me. Да. А потом следующая строчка, и она такая, get the fuck out of fear. Да, да. Очень классно. Очень классно. Вот эти вот главы от Зейда, это... Ну, я хочу сказать, что не то, что там по контрасту с Adeline это какое-то веселье, но это... Это перебивка небольшая. Так, классно. Я, кстати, поэтому... Для меня не было супертяжело читать, хотя я считаю себя достаточно эмпатичным человеком, и я обычно в дарк-романсах такие вещи, меня настолько это в грязь я погружаю, что мне становится противно, мерзко, или я не могу читать. Здесь, из-за того, что постоянно были вот эти перебивочки главами Зейды, которые в ярости, которые всё равно продолжают типа иронично, и саркастично шутить, и вести себя как Дэдпул. Да. И очень много моментов, где можно было реально посмеяться. Да, да. Ты такой, на каком-то всё-таки равновесии находишься, и не так это всё тяжко. Материны качели небольшие. Да, да, да. И вот, когда он приходит к этой маме Терезе, всё равно глава заканчивается фразой, что всё-таки... Лэйди славзи. Я же говорила. Мне нравится вообще, когда она такая, ты можешь называть меня мамой Терезе тоже, мамой Ти, или там что-то... Мамой Ти, да. Мамой Ти, и я такая... Разумеется. А он всё-таки говорит, слушай, мы девчонку похитили, мне нужна помощь твоих вот этих вот... Чуваков. Да, организую их пресс, она звонит, чуваки, приезжайте, со мной всё в порядке, ну приезжайте, они пригоняют, типа, спасать эту мать. Она такая, со мной всё в порядке, я же говорила, и они... Мне нравится то, что когда они заходят, они пьют чай и едят пирожи. Да, и кушают печеньки. Ты просто чисто убийца. И они договариваются о встрече на территории этих чуваков, он расскажет, что ему от них нужно. Собственно, он приезжает к ним, и такой, чуваки, мне нужна ваша помощь, помогите выйти на вот этих, вот этих, вот этих людей, потому что они похитили мою девочку. И они такие, а что нам с этого? И он такой, I owe you. И я угорала, что он потом в очередной раз у меня спрашивает, что он берёт бумажку, пишет на ней... С чеком от геморроя. Да. Пишет на ней I owe you. И показывает. И я такая, можете продать на ebay, если вам не надо. Офигенно просто. Ну, типа, это настолько его характер, и вообще персонажа классно показывает, что он, типа, сам осознаёт свою вот эту awesomeness. Как её не осознать? Он же говорил, что в нём нет просто ни капли неуверенности в себе. Это, типа, отсутствует в нём абсолютно. И это видно, и на самом деле и окружающие, все знают, кто такой Zaid. Да. И, типа, получить вот это, типа, I owe you, это, блин, нормально? Да. Валюта отличная. Я тоже так думаю. Ценно, ценно. И дальше больше, он с помощью этих чуваков, Джейя и Дай, выходит на аукционы, где продают вот этих девушек, с которыми жила вместе Адалайн в этом доме, и он выкупает всех этих девушек. Он выкупает вообще всех просто рандомных женщин с надеждой, что они струкнутся с Адзи. Он бы просто так выкупал, он хочет избавить их от этой жизни, он выкупает, потом убивает всех на аукционе и крадёт свои деньги обратно. Да. Всё правильно. Красиво. Чтобы сообщество это не получило его деньги. Всё. Он спасает девушек, и одна из них говорит, что, типа, я знаю Адлайн... Это Юлька была. Да, Юлька. И Глория. Там две были с её домом. На самом деле, в этом моменте, я не знаю, типа, ну, как бы, мне было нормально читать всё, что происходило с Адловой, то есть у меня не было прям такого, типа, ну, мне было очень интересно просто. И перебивки с Зейдом, но в этот момент, когда он разговаривает с этой Юлькой и второй, которая в очках, стеснительная, у меня мурашки были по коже. Я не знаю, я просто вот, чтобы как будто бы вот он наконец-то нашёл ниточку, и что он, всё, что он делал, наконец-то дало плоды, да, и я прям, я не знаю, я прям так радовалась за него. Так это правильно. И вот это понимание, что он, ну, по факту, следа Эдолайн не было вообще ни одного, нигде, вот, заканчивая вот этим моментом с доктором, что он там была, а больше всё, она испарилась. И она, он сам понимал, что она буквально может быть с любой точки мира, а здесь мало того, что типа такая удача, что попались девочки, которые с ней были, так ещё и то, что он узнаёт, что она вот буквально на расстоянии высотой руки. То, что Юля считала минуты. Молодец, Юлька. Это вообще русская женщина. Молодец, какая Юлька. Да, посчитала минуты, и он типа узнаёт, что настолько близко к Ане, в час езды оттуда, где-то в радиусе часа. Молодец, за это гордимся, им рады. И мне нравится то, что он такой, я сделаю всё, что хотите, типа, я убью всех, кого вы хотите. Кого ты скажешь, я убью. Да, да. И мне нравится, что Юлька дала ему список имён. Конечно. А Юлька, ну, это ж Юлька, она по-другому не могла. Света, Юля, чисто. А вторая девочка говорит, типа, на моих руках достаточно, но на самом деле её тоже можно понять. Это разные реакции. Но Юля, молодец. Я бы тоже выписала. Чисто моя. Да, да. Мояшкина. Мояшкина. Комфортик. То, что она потом, когда у них были вот эти вот небольшие телефонные разговоры, и он такой, я убила, он такой, окей. Я дальше, я эти свои собираю тебя поместить. Да, кстати, мы уже узнаём, что у Заида есть по всей стране вот эти safe place, где он отвозит тех, ну, всех спасённых, да, у кого нет дома. Такие детские лагеря. Ну, да, не только детские, там и взрослые, и они там продолжают и пытаются восстановить свою обычную жизнь. Причём, не просто пытаются, там есть доктора, там есть всякие разные хобби, лошади, вообще всё, что в вашей душе угодно, чтобы просто вас в нормальную... Хилиться, вылечить. Да, типа, в нормальное состояние вернуть. И причём, тоже был момент, когда он такой, да, по нашей стране есть, но я надеюсь, расширится он на другие страны. Типа, тоже выкупать, типа, акры, земли и строить эти дома, и ты такой, он ещё амбициозный. Просто, я не знаю, ты такой, вот этот момент, ты такой думаешь, не, ну, сколько можно? А потом этот момент, то, что он ещё и готовит. Да. Ну, короче, вообще он находит в итоге, ну, как, находит зацепку, где может находиться Ади, они тоже находят эти заброшенные железнодорожные пути и выезжают на дело вместе с Дай, вместе с Руби, который тоже отвечает как раз-таки за спасение и дальнейшую жизнь этих всех спасённых девочек. Они выезжают на дело и за это такой, видят, что какой-то сёрч-пати происходит огромное, и понимаешь, скорее всего, это за Айдалайн, потому что вряд ли за какую-то рандомную девочку столько народа бы вышло искать её и понимаешь, что она же умненькая, поэтому, скорее всего, она пошла к путям. И вот эти шаги на трейлере, которые мы слышали, это был Зейд. У Айдзи был не он. Нет, это был другой чувак из Зейд. Убил его, да, убил, и Айдалайн такая вылазит, такая Зейд, а, нет, не вылазит, он проверяет трейлер. Видит там Айдалайн, такой, Айдалайн бэйби, stay right with the way you stay. Боже, это воссоединение момента. Когда она бежит, его обнимает, и потом голос Дая, это просто вообще... Я была счастлива. Да, ты читаешь, и ты такой, просто, фух, можно выдохнуть. Ты понимаешь, как нам строили персонажа Зейда, что ты понимаешь, что когда Адзи уже у него в руках, с ней больше ничего не случится, типа, что бы ни произошло, сколько бы мужиков не вышло на охоту за ней, все вообще неважно, безопасность, типа, сто процентов ничего не произойдет, никакого поворота сюжета не будет такого, что она опять пропадет, ничего, типа, все, она реально сто процентов навсегда в безопасности. Да. Вот как вообще? Вы знаете, что хочу сказать? Вы, безусловно, правы, но если бы еще при этом все остальные враги не были пососными, это бы делало Зейда еще круче, а она на контрасте все выглядят толбоёбами, а Зейд один, типа, адекватный, классный чувак, это для меня как будто немножко его унижает, потому что он бы справился и с адекватными злодеями, как мне кажется. Это сто процентов, она его и прописала, что этот персонаж, который справится с адекватными злодеями, просто у нее как будто бы не хватило на злодеев, на society, на вот это все. Она как будто, ну, она по факту заруинила... Ей как будто сказали, она написала, как будто, я не знаю, типа, там, 40 авторских листов, и ей сказали, у тебя есть 15. Да, да. И она просто обрезала все, что могла. Это вторая часть называется. Ну, типа, треть последняя. И вот как раз таки, на самом деле, у меня по поводу злодеев есть проблемы только с Клэр и вот этой всей society, теневое правительство, но... Это вообще просто без... Кринж полный, просто можно проигнорировать, читая эту книгу, но как раз таки вот все злодейские персонажи до Клэр, все, кто был... Франческо, вот эти все... Рока. Рока, его друзья, они были... Ну, трушные, нормально. Да, они выглядели нормально. Они могут быть дебилами вполне, у них маленькая абсолютно... Рока вообще, у него власть только... Над своим хуем. Да, и над девочками, все. Франческо, ну, дом этот организовала и держит там все это хозяйство в порядке. И пытается быть самой лучшей из мадамов. Да, этот... Кто у нас там был? Макс? Ксавьер. Ну, Ксавьер, он у него тоже, типа, он вписывается в рамки своего персонажа, только себя ведет. Макс, мы понимаем, что, да, он мафиозен, но главным был его отец, а Макс, скорее всего, был просто, типа, прожигал бабки, был беспечным и так далее. И это все, все ложится нормально. А вот Клэр проебана. Самый главный враг это Сосайти и Клэр, ну, главный, который над ним стоит. И как раз таки вот в этих вот всех книгах даже, даже тот же, блядь, Кот да Винчи. Ну, хотя бы, понимаешь, оно было нормально прописано. Понимаешь, Лиза, Кот да Винчи был про это, а не про секс. Да, это было. Я понимаю, нет, мне не нравится, когда в дарк-романцах вот во всех. Это весь фокус на сексе. Да, да, на отношениях между двух героями. Если там вот, вот то же самое, то, что я ритуал читала, потом читала вот эту вот Рину Кент с этими ее враждой двух, блядь, банд этих колледжных. Я хочу... Школьников. На, университетских студентов, блядь, по факту. Окей, мне очень нравится, что вы это вкидываете, что есть какая-то опасность, что есть сосайти. Пропишите, блядь. Да. Ну не делайте, как это, если был детектив или типа того. Нет, конечно. Делайте это на уровне таком, чтобы человек читал, что-то было почувствовать. Да, да, да. Он такой, это зло, это ужасные люди. что ты такой, да, что там это, Клэр, за это ее... Честно сказать, от Рока, когда я читала первую часть про Адалайн, я испытывала больше страха, что он может сделать, чем от Клэр из сосайти, самой главной, которая, не буду говорить, что хочет сделать в итоге, блядь. Понимаете? То есть, это просто, это плевок в лицо, а не злодей. Ну да, это была слитая линия, обидно за это было. Немножко я сбегу вперед, но вот это вот финал Клэр и ее миссия. Девочки, я, я отчитывала это вчера вечером, и я такая, типа, да, это ужас. У меня была такая же реакция абсолютная, это какой-то кринж, вообще-то нелепо, это неуместно было, это было слабо. Во-первых, меня раздражало то, что я вот когда была на предпоследней главе, то есть там типа 28-25, я не помню, и потом эпилог, например, да? Короче, вот эти вот две последние главы, эпилог, и все еще ни хуя не происходит. И я как на последней главе, на последней перед эпилогом, они встречаются, и я такая, и вы хотите мне за эти 10 страниц на телефоне разобраться с теневым правительством главным, правильно я понимаю? в итоге это три страницы, в которые просто я такая, что? Что? И то, как с ними расправились, я такая, вы ебанутые, и это самый главный враг, который был, все, что было с этой Франческой, Рокко, когда они скрывались, и как над ними издевались с Савьером, это было намного лучше, чем то, как самого главного злодея, блядь, в книге просто убили. Так, на самом деле, для меня вся книга шла на 5 из 5 до момента с тем, как они разобрались с Савьером, до чего мы еще дойдем, ровно после этого началась нон-стоп секс, и вот эта херня, ну, это уже было скучно, это было too much sex, это было слишком слабо в плане сюжета, а вот ровно док Савьера охеренная книга была. Да, я вот согласна с Настей, что док Савьера, я еще помню, что Настя, как она оценила год назад эту книгу, и я читаю, и такая, а что этой сучке не понравилось? У меня вот такая мысль была. Я знала, что финал будет говно, видимо. Ну, я такая, типа, вот я читаю, читаю, я на середине книги, там они воссоединились, и я такая, неужели все пойдет по пизде? Типа, если, типа, Настя прямо была, ну, типа, зла, и вот это вот все писала в ревью, и я такая, ну, ладно, читаем. А потом я сама читаю, и у меня в голове просто Настя на лицо была вот в эти моменты, я такая, ладно. Я тебе еще больше книгу испортила. Я понимала, типа, твою реакцию полностью, вот, годичной давности. Ладно, давайте вернемся к сюжету. У нас произошло воссоединение Адди в травме своей, ну, проходит время. Два месяца. Да, Зейд пытается и помогать всячески. Не трогает ее абсолютно, потому что она не может воспринимать мужские прикосновения, мужское общество, в принципе. Да, то есть, ну, типа, она даже, ну, типа, каждый раз, когда она даже просто смеется, или хоть что-то, какая-то у них перепалка, или мимолетные вообще невинный флирт происходит, это все очень высоко ценится, и она очень-очень медленно через все это проходит и восстанавливается, и вот эти главы, на самом деле, тоже было очень интересно читать, и спасибо за них, спасибо, что это не было, мы воссоединились, и все, мы по щелчку пальца резко возвращаемся в те отношения, которые у нас были до этого. Мне еще очень понравилось вот эти вот главы от Зейда, когда он просто готов анализирует, да, анализирует, через что она прошла, что ей потребуется, что она сейчас испытывает, и насколько он готов ей помочь всем, что у него есть, чтобы справиться с этой травмой, он понимает все ее состояние, он вообще к ней не прикасается, боится, вот эти вот реально оценит эти моменты, это было офигительно прописано. И мне нравится, что это длилось больше, чем полгода, они впервые поцеловались, только через полгода, у нее очень медленно идет процесс, ну как, достаточно быстро, ну типа я имею в виду по книге медленно. У нее идет процесс, что у нас начало первого месяца, она просто лежит в кровати, ни с кем не хочет разговаривать. Она же не мылась. Она не помнила даже, как ей помогали врачи восстанавливать ее вот эти шрамы от Ксавьера. Она только через месяц начинает нормально принимать мать и даю. И мыться начинает. Начинает, да, ходить в душ через два месяца. И она на протяжении всего этого времени все еще не хочет жить, типа у нее бывают такие моменты. Да, да. И Зеид говорит, только дай повод, я поставлю камеры. Но она начинает вести опять дневник, который она вела во время этого секс-рабства. И этот момент, вот этот вот, который она написала, то, что было очень, типа, грустно, то, что цвет помады не соответствует тому, который был, и поэтому, типа, я из этого грущу. Короче, ну типа, то, как она пытается справиться и как ей все ее вот окружение позволяет, это, короче, очень классно было. Да. Но момент с мамой меня очень раздражал все время. А мне очень нравилось. Мне с мамой понравилось тоже. Мне раздражало, потому что слишком правдиво было. Мать просто такая, у меня чуть не отняли дочь, она была в секс-рабстве, пытается наладить отношения, до этого у них были ужасные отношения, и она пытается на нее влиять, и с ней разговаривать, и с ней проводить больше времени, и Адлайн понимает, почему это все происходит, и как мать такая, это влияние твоего, этого Зейда. Она пытается в ее голову внушить ее мысли. Она, понятно, типа, ее мотивы отличные, то, что она, типа, мне не нравится посыл, с которым она к нам приходит. Это, типа, мне это, ну как, как здоровому человеку, мне это не нравится, но в плане задумки автора... Нет, ну это факт. Это было очень прикольно читать. Так, на самом деле, мне кажется, это очень объяснимое поведение матери. Особенно такой, которая была у Адлайн. Камон, по факту, все из-за Зейда. Ну, типа... Не, ну подождите, мы же в первой части узнали, то, что мишень была, то, что, типа, она вот, ее фоткали, еще до того, как Зейд появился в ее жизни. Сфоткали, да, но вот эта вся ситуация, это было... сделала Клэр в отместку Зейду. Настя, Настя, сфоткали-то раньше, то есть, рано или поздно... Нет, ну типа, я понимаю прекрасное чувство матери, когда она видит Зейда и понимает, что она хочет в себе. То есть, все это, опять же, типа, из-за Зейда, потому что все его хотят. Я шучу. Ну, короче, мы поняли. Она не шутит. Я шучу. Это все несерьезно. Да. Был, тоже, мне кажется, важный момент в восстановлении Ади, как я Зейд помогала, то, что он отвез ее в один из сейф-хаусов. Ну, больницу тоже там, типа, но вот он отвез ее в этот сейф-хаус посмотреть, как вообще, что жизнь есть после всех этих травм. И он ей постоянно говорил, что, ну, Ади, она была закрыта в себе, она переживала постоянно все, что с ней происходило. Она еще переживала, что она беременна, и что ее заразили, и по факту ее заразили хламидиями, она вылечилась, она боялась, что Зейд ее не хочет, что все логично, и что, как бы, она не понимала вообще, как ей жить дальше. И Зейд ей говорил, типа, нет, ты выжившая, ты, типа, должна, ты про это должна думать, и он отвез ее в этот сейф-хаус, показал ей все, там была спасенная Юлька, и сестра Рио, которая была без глаза. Мы узнали, какие издевательства над ней были, и ради чего Рио все это делал, и это тоже помогло очень сильно Ади. Ну, еще до того, как появилась Сиби в их жизни, у них в череде вот этих разговоров и рефлексии по поводу происходящего происходит разговор об изнасилованиях и о том, что Зейд по факту насиловал ее в первой книге, и она, типа, ему спрашивает, что сейчас останавливает-то? И вот это у меня есть небольшие вопросики все-таки остались, то есть то, что нам, как оправдывали поступки Зейда в прошлой книге, так они продолжают оправдываться и сейчас, что плохо, и Зейд такой, типа, ну, сейчас это не делай, потому что сейчас у тебя была бы другая реакция. И я тебя люблю, поэтому я так не делаю. Да, и он такой, ну, да, я тебя насиловал, ну, понимаю, сплоховал. Там дальше в книге он говорил то, что, да, я мог иметь там власть над твоим телом, то, что, типа, вот все ситуации, когда ты этого не контролировала, но любовь твою я не мог получить, то есть по факту, типа, власть была у тебя, и я не насиловал тебя. Да, да, когда она ему сказала, что она беспомощная, он такой, это ты беспомощная, это я беспомощный, я не мог свой хуй контролировать из-за тебя. Нет, во-первых, типа, это не, я не мог контролировать хуй, но даже если я его не контролирую, ты все равно меня не любишь, поэтому у тебя власть, и я такая, что, блядь? Да, и вот эти моменты все еще были прямо странные. Странные, и это то, что изначально было неправильно прописано, и оно так и осталось, и поэтому вот этот даёб еще с прошлого выпуска у нас остается. Он остается, и в этой книге еще и усиливается. Я считаю, нужно было уже тогда вообще не поднимать эту тему. Да, типа, окей, мы обсудили это все в прошлой книге, читайте, если забыли. не нужно сейчас нам опять подтверждать, что да, это было изнасилование, но потому, что у нее была на это хорошая реакция. Да. Нет. Мы это не принимаем. Да. Георджа Свонаха с мат против. Вот, ну а дальше уже Сиби приводит домой за это. И от этого, вот с этого момента я такая, как мне нравится эта линия вообще с Сиби. Блин, столько у них крутых диалогов было, и ситуации. Какая она смешная, с этими приспешниками. Я после этой книги, я такая, я сто процентов буду читать книгу про нее. Это сто процентов. Во-первых, мне интересно, что за хуйня с этим, медсестрой мужиком. С медсестрой, да. Медбратом. 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 Медсестрой мужик. Который, кстати, вот когда Ади его описывала, типа, о боже мой, какой он красивый. Мама, наверное, его ебет. Да, типа просто. Но я не против, флаг не в руки, мой отец молодец. И потом, типа, когда он узнал о себе, я такая, все понятно. Все, я все поняла. За травочку нам в киеве. В общем, появилась Зиби, которая... Зиби? Зиби, господи. Появилась Сиби, которая сбежала из психбольницы. И, ну, как бы она убивает плохих людей. Но чтобы сбежать, ей пришлось убить человека, который пахнет соснами. Она очень грустит по этому поводу. Да, потому что, ну, она такая, надеюсь, это последний человек с хорошим запахом, который я убила. И я такая, какая булочка. Как мне нравится она. Она такая, Ади, а ты пахнешь, как цветочки. Я никогда тебя не притронусь вообще в плохом смысле. И я такая, боже, ну, что за зайка? Вообще просто милашка. Пять, кто фонарь, сколько там? Пять точка два, по-моему. Меньше, чем ты. Да, она вообще коротышка. Да, она вообще маленькая. С косичками этими, безумным взглядом. И в итоге она начинает тренировать Ади, потому что тренировки с Зейдом у Ади проходят не очень хорошо, потому что ей всё равно некомфортно, что он дотрагивается до неё даже во время тренировок. И Зиби берётся за неё обучение. И они начинают тренироваться, у Ади начинает расти мышечная масса, она становится сильнее, как никогда не была раньше, уверенная в себе, что она может постоять за себя. Супер. Вообще, мы наблюдаем ещё за их бытом, они постоянно сидят в компьютерах ищут Франческу, всех остальных уёбков, и постоянно уже Ади очень много флиртует с Зейдом, хоть в них ещё ничего не доходит, и это при всех, и все таки чувствуют это сексуальное напряжение, но только Сиби она такая, типа, если хотите ебаться, давайте. Во-первых, то, что она ебётся своими приспешниками при всех, то, что она раздевается, рассказывает какие-то истории, просто офигенно. Мне очень нравится, когда в какой-то момент она просто начинает с ними разговаривать, и всё-таки... Это не я, это он натворил, вы видели? Ой, он схватил Ади за жопу, не делай так больше, иначе Зейд тебя накажет. Но, для тех, кто не читал, эти приспешники Сиби, они её воображаемые друзья, их на самом деле нет. Несколько, их пять, и у неё с ними постоянно групповой секс. Да, у неё постоянно оргии, причём публичные иногда, типа, вместе с ними. И она очень хочет, чтобы все присоединились, и когда момент был на кухне, когда они сидели с Дайей, и Зейд с Ади обсуждали, типа, что, кто для неё Зейд, типа, бойфренд, сталкер, любовник, и они уже начинают флиртовать, Дайя такая, типа, get the room, а Сиби просто раздевается, потому что она чувствует, что между ними как бы искра, и она такая, я хочу с вами. Сиби очень смешная, очень классный персонаж, и я не ожидала. Она у меня в первой книге, ну, я такая, типа, ну, да, прикольно, но я такая, типа, ну, её мало было очень, да. Она просто убила этих педофилов, и всё. Ну, там было от неё пару реплик, и после первой книги там Настя часто говорила, что было бы прикольно почитать про неё, и я такая думаю, боже, что там ей понравилось так, а почитав второе, я понимаю, я понимаю, вообще классные. И в итоге что там происходит? Они находят, наверное, Франческу. Нет, у них была операция поукражать флешек каких-то у кого-то чувака, и на неё... Там охеренная сцена! Да, просто, да-да-да-да. И типа, на неё идёт Сиби, как бы, красить флешки, и Зейд с Адди сидят в машине, ждут её, Сиби крадёт, и на выходе её палят, а её... Она в розыске, как бы её портреты... И она в парике ещё. Да, она в парике, как бы замаскировалась, но её узнаёт чувак на улице, и за ним выезжает полиция, и Зейд начинает на своём станке погоню. Вот, Жена! Это просто от начала и до конца это мастерпис, это одновременно смешно и горячо, это было шикарно просто. сексуально, всё. Напряжение просто, как каждый из героев себя ведёт, я такая, всё шикарно. И мне... Давайте подробно когда начинается погоня, Зейд видит, что... За рулём. Видит, мы знаем, что Ази возбуждается от страха, он видит, что у неё встали соски, и он такой... А Зиби тоже возбуждается от всего. Ну, она чувствует возбуждение других людей в том числе. Да. И когда Зейд ей говорит, типа, Ази, детка, типа, успокойся, иначе я не смогу... иначе я не смогу... Мне придётся одной рукой обрабатывать тебя, вести другой рукой, и Ази такой, я ничего не делала. И я ему сказала, просто отвернись, блядь, это... Да, да. Нет, ну типа, он бы это сделал. Так это факт. И у него бы получилось украть эту машину. У меня ни капли сомнения, что он бы смог одной левой рукой вести машину в погоне, а второй дрочит своей девушке. И причём преуспеть в двух вещах. Это сто процентов. Да. И Сиби такая, типа, если вы начнёте заниматься сексом, позовите меня, и Ази... Я представляю этот момент, они едут в этой машине, погоня, типа, паника. Зейд ведёт, не может справиться со своим возбуждением. Ази просто в растерянности, а Сиби предлагает оргию, и Ази просто срывается, такая, типа, никто не будет начинать сейчас оргию, а даже если мы будем заниматься сексом, мы тебя не позовём. И Сиби такая, блин! Класс, класс. HD Карлтон, молодец. Я хочу сказать, что несмотря на то, что мы и ругали, и будем ругать, ещё особенно концовку, это было прикольное приключение, это было классно, некоторые моменты, типа, погони, это, ну, девочки, мальчики, это, ну что, это хорошо. Это стоит читать, типа, сто процентов, если, ну, для любителей жанра, это охеренная книга. Знаете, что ещё я вспомнила, какой момент мне понравился, вот как раз, когда они туда едут, Сиби, она, типа, такая, я могу взять, типа, своих чуваков, и он такой, только двоих, потому что места в машине не хватит, а он рассуждает, даже несмотря на то, что они воображаемые, они всё равно, на неё влияют проблемы, поэтому лучше ограничить количество этих чуваков. И то есть, то, как он, Зейд, начинает Сиби взаимодействовать, мне так нравится, то, что они реально начинают как будто бы дружить, да, и это просто шикарно, и вот эта сцена в машине, когда они уже припарковали, всё произошло, всё, они оторвались, припарковались, и они такие, Сиби, пожалуйста, можешь выйти из машины? Мне кажется, это было, типа, не Сиби, пожалуйста, типа, я представляю это, типа, голосом Зейда, абсолютно холодным, типа, просто строго, Сиби, выходи, и она такая молча уходит, потому что она чувствует всё. Мальчики, мы выходим. Да. Дальше мейкаут-сессия. Тот момент, когда она говорит. Дальше мейкаут даже, да, вот. Тот момент, когда она ему говорит, ты можешь меня трогать, пока не закончится эта сигарета, это было просто охерительно. Офигенно. Ну, Ади, она знает свою аудиторию, да, и она охеренно на этом, даже с учётом её травмы, то, что для неё, даже эти прикосновения, это, типа, ту мать было. Она хотела, чтобы он, ну, ему было. Да, да, и то, как она это разыграла с ним, это было, ну, просто 10-10. И то, как они передавали сигареты, да, и, в принципе, цыганский поцелуй. просто было. Цыган, что ещё надо? Она этого тоже хотела, это вот для меня, когда я читала, в этот момент, типа, ты можешь меня трогать, пока я курю сигарету, был, как будто бы вот из Devil's Night с Каем и Бэнкс, типа, сегодня я не Кай, а ты не Бэнкс, типа, мы забываем всё на какой-то определённый период времени. И вот для меня это было то же самое, то, что, типа, я этого хочу, ты этого хочешь, не всё, конечно, но хотя бы чуть-чуть мы сегодня получим. Да. И это было так охерительно. Боже, какая книга! Дальше Джей вместе с Зейдом выходят на Франческу и Рока, вот этих двух брата с сестрой сутенёров-долбоёбов, они едут в мотель, в котором они прячутся. Франческа в парике и жалуется на то, что, типа, она должна носить парик и ей это некомфортно. Ну и вообще живёт в свинюшнике, и ей это как бы всё не нравится. И она, типа, прячется от Зейда. И они их находят, забирают и такие, типа, вы идёте с нами. Ну тоже красивая очень сцена, когда Зейд, ну типа, дал Адалайн с ними расправиться. В принципе, то, что он, по сути, дал ей убить вот этих своих демонов. Да. Вот мне нравится это. Во-первых, они забирают Франческа и Рока и забирают Ксавьера тоже. Они находят его, где он прячется, да. Адалайн там классно его вырубает, хотя тебя пугает, и снова травма возвращается. Это всё понятно. И что они делают? Зейд, Сиби и Адалайн такие, типа, чуваки, есть идея. Есть, вот. Помните Hunger Games, который вы мне устраивали? Так вот, пускай удача всегда будет на вашей стороне. И они устраивают вот эту, ту же охоту, которая была у Адалайн. Но это уже с небольшими попробками, конечно. Короче, Сиби, она охотится за Франческой, Зейд за Рока, а Ксавьер остаётся для Адалайн. И в итоге всё происходит. Адалайн стреляет в спину и вроде бы в колено, что-то такое. К Савьеру Рока тоже под пулю Зейда попадает, а Зиби развлекается как может Сиби. Да. И в итоге они... Вот этот момент, когда Зейд привёл Рока к Адди и к Савьеру, они тебе положили их, и Зейд начал мастурбировать Адалайн. Чтобы показать кто Савьеру, кто тут бог. Это икинский. Да. Что она никогда в жизни не забудет его прикосновения ради такого уёбка, как ты. Но мы-то уже после нашего анализа знаем, что на самом деле он хотел прикосновения Зейда. Приходит Сиби с Франческой и они начинают их убивать. Классно, они их в троих порешали, Адалайн убивает Ксавьера, это всё происходит достаточно жестоко, но при этом не так жестоко, как Зейд обращается. не так жестоко, как Сиби убивает Франческу. Играет с бодипарти. Они потом пытались найти все её конечности, чтобы их похоронить. Охеренно. Сиби просто чокнутая, офигенная. Охеренный персонаж, просто шикарный. Если честно, я прямо вот очень... Бывают некоторые книги, в которых второстепенные герои тебе нравятся иногда даже больше, чем первые, главные. И вот Сиби она меня прямо зацепила. Но при этом меня немножко раздражала её беспечность, и она должна была намного раньше попасть даже по властям, потому что по сути она достаточно на поводу своих вот этих вот ёблокостей. Присмешников и всего такого. Да, и вот это даже игра с бодипартс, которых потом тяжело было найти, это тоже типа... Ну, это не чистое убийство, это легко очень её будет поймать. Вот, и после как раз-таки этого момента я захотела очень сильно почитать её книгу, почему она... её не поймали, и я подумала, что, может быть, у неё были какие-то просветы, что она сама за собой убирала, или что-нибудь ещё такое. Мне кажется, ещё, потому что она по факту ноунейм, и она не жила вообще обычной жизнью нигде, она постоянно перемещалась, странствовала за этими карнавалами, с этенциферами и прочим, и, возможно, это не так просто, как, знаете, чел, который живёт у себя дома, живёт обычной жизнью и параллельно занимается убийствами. Ну, на самом деле, после многочисленных просмотров True Crime видосов я ещё могу сказать момент про реальные, типа, кейсы какие-то, и очень бывают много случаев, когда полиция начинает искать поздно, либо, например, какие-то моменты упускает, особенно, когда это гастролёры какие-то, вот, например, наша Сиби, которая, она по факту, вот, как ты сказала, сейтенс эфер просто ездит по всей стране и убивает, и это сопоставить иногда бывает, ну, типа, долгое количество времени проходит. Она всегда в разных костюмах, она никогда, она никогда в своей жизни не была обычным рядовым человеком, она всегда вот в этом ампула своём. И отпечатков её 100% нету, а ДНК, если даже она оставляет, то, я не думаю, она их просто убивает, типа, она же с ними ничего не делает, то есть, по факту, всего лишь убивает. скорее всего, какой-то кейс есть, но, может быть, он, ну, всем похуй. Ну, вот, её поймали, вот, как раз-таки, в первой книге её поймали, всё окей, что будет дальше интересно? Да. Тем более, она была в секте, у неё 100% нету нормальной на неё карты. Да, да, я про это говорю, что она, скорее всего, не существующий человек вообще в, типа, в государстве. Да. Она и налоги не платит, и, скорее всего, и ДНК не сдавала, и отпечатков не было. Она не училась в школе, ничего, она никто, её не существует, по сути. Короче, очень интересно про неё прочитать. Да. И в итоге они с ними расправляются, и происходит, ну... Для меня книга на этом моменте заканчивается, всё хорошее, что было в этой книге. На первом пенетрейшене, да? Нет, ну, до этого у нас ещё было несколько секс-терапии, сессий секс-терапии с Зайдом, где он как эксперт... Несколько кунилингусов, так сказать. Ну, он как эксперт помогал Аде справиться с её травмой с помощью минетов, порезов, роз и прочего. Но момент с порезами очень классный. Мне очень понравилось. Извините, я скажу, что... Это факт. Где он шрамы, которые нанёс ей другой мужик, заменяет своими шрамами. Да, офигенно. Это всё было супергорячо, суперклассно, и ты такой... А ещё он же в момент, когда искал Адалайн, он оставил под сердцем себе шрам... Розу. Розу сделал. И вот как раз таки этот момент, где Адалайн должна была доказать, любит она его или нет, она согласилась на то, чтобы он тоже оставил ей шрам розы под сердцем. Тоже прикольно мне понравилось. Потому что это новые шрамы, которые он оставляет, а не другие мужики. В принципе, он действовал всё время одной логикой. Мы подменяем те воспоминания и понятия новыми, нож, порезы и прочее. И дополняем новыми шрамами, конечно же, потому что это моя женщина. Чтобы только со мной это всё ассоциировалось. И я скажу вам, я читала несколько книг с knife play'ами. Здесь был самый прикольный knife play за всё время. Да, я согласна. Я тоже читала пару книг, где я кринжевала. Да, там был кринж. Это просто, ты такой, чувак не вывозит. А тут ты никогда... Я даже не была уверена, насколько глубоко он будет её резать. Да. Потому что во всех остальных книгах ты такой, типа, come on, чувак, типа, бля, ну там чуть-чуть как бы... Охлади своё траханье. Сюда крови запустят, чуть-чуть, всё. А тут я такая, интересно, как глубоко он её режет, потому что я не знаю, что от него ждать. Да, да. Мы знаем, что он её любит, что он там обсэшн, вот этот весь его с ней. И ты всё равно не уверена, насколько глубоко он будет её коцать. Да. И это держит в напряжении, и Адлайн всё это нравится. Да. И мне нам тоже нравится. Причём, вот, что мы говорили, что была слишком большая концентрация секса, но если взять в отдельности все эти сцены, они все хороши, и там, ну типа, нет ничего кринжового. Ну, кроме того, типа, индивидуальных особенностей, в плане, кому что нравится, какие вещи. Я не про это. Один момент, у меня прям глаз задёргался. Про спираль. Я вот про спираль, это... Про спираль, это хуёво было максимально. Про спираль, это просто, у меня не то, чтобы задёргался глаз, я охуила. Да. А глаз задёргался потом в другом моменте, сейчас мы до него дойдём. Короче, то, что, типа, вырезали розу, и что происходит дальше, по факту, у нас дальше сюжет происходит из сексов до того, как они Клэр взяли, наверное. Из сексов в секс... Нет, подожди, ещё было похищение родителей. Спираль была... После родителей. После родителей, да. Происходит похищение, ну не похищение, прямо в их доме, похищение родителей Клэр, и мне понравилось, как они такие, типа, а при чём здесь мои родители? Я так думаю, это лбоёба, это первое правило вообще давления преступника, типа, дави на любимых, всё. Причём здесь твои родители? Ну, короче, там они приходят в дом, всех разматывают, в мать попадает рикошетом пуля, которая была выпущена в Аде, и отец её винит за это. Какой ужасный отец. Ну, отец мудак, конечно. Отец ещё винит Аде за то, что она убивает тех, кто пытается. Да, он видел, что она хладнокровная убийца стала. Я тебя не так воспитывала, и это просто кошмар. Ну, типа, родители у неё ужасные, это прям факт. И, типа, он ей потом не разрешает общаться с матерью, которая была пристрелена и спасена. Всё окей. И это было предметом ссоры с Зейдом? Вот этот момент, когда она... Просто... Вот здесь задёргался глаз. Конфликт, который... Высосан из пальца. Ну, типа, нет, он вообще не из пальца высосан, но реакция Адла не соответствует её предыдущим реакциям на всё остальное. Понимаете, вот когда ты читаешь книжку, где происходит всё, что происходит в этой книге, то есть, типа, её плен, потом восстановление, всё время нить, когда она держится за Зейда, и в какой-то момент, когда её папа... Я понимаю, это дичь, окей, типа, я это принимаю, но когда ей не разрешают встречаться с её матерью, потому что её парень преступник, и она, типа, тоже, типа, стала преступницей, и она, пройдя такой путь восстановления отношений с Зейдой и принимания того, что она его любит, и в этот момент она такая, это всё из-за тебя, ты идёшь нахуй. Это всё настолько нелогично. Это... Я в этот момент такая... Что? И Зейд точно так же такой... Что? Не, мне кажется, я больше эмоции испытывалась, чем Зейд, если честно. Не, ну, Зейд тоже вспылил там. Не, окей, это нормальная реакция? Потому что я была зла на такую реакцию после всего, что происходило в книге. Я была зла на Ади, но при этом у меня была... Я такая на Зейда... Чувак, ты говорил, что в любом случае будешь, типа, хонтить её, и в любом случае будешь преследовать, и не отступишься, и вдруг она резко первый раз за всю книгу такая... Чувак, ты меня насиловал, ты ничем не отличаешься от моих насильников из этого секс-рабства, и вообще из-за тебя столько проблем, пошёл нахуй, и он такой... Окей, я иду нахуй. Вот меня в этой ситуации намного больше расстроил Зейд, потому что Ади травмированная вообще женщина, и она может себе позволить вот такую нелогичность, слабость, срывы неожиданные, у неё жизнь перевернулась с ног на голову, у неё только начали восстанавливаться отношения с матерью, как тут у неё это прекращается, и, ну, блядь, это по факту, из-за Зейда всё, кто бы что ни говорил. Нет, это факт. Да, то есть, ну, типа, она могла себе позволить это, а Зейд, как человек со стороны, который должен, типа, и считает себя, и, типа, понимает Ади, и всё такое, и поддерживал её довольно хорошо во всём, что было до этого, то, как отреагировал он, для меня это был единственный момент, когда Зейд, как персонаж, дал слабину, и я такая, типа, типа, уберите это. Но потом, я вот точно так же думала, когда вот это произошло, но когда она за ним побежала, в этой ситуации... И он быстро-быстро убегал, я думаю, ты, чувак, успокойся. Он быстро-быстро убегал, а потом, типа, оказался за ней, и я бы такая думаю... И Бадзин круг по земному шару сделал. Да, во-первых, типа, опять нелогичность Эйжди Карлтон, вообще просто, как в позах секси, то и, блядь, в передвижениях персонажей по земле, блядь. Я подумала, что, скорее всего, он понимал, что с ней происходит, как она, почему она так среагировала, и он это предвидел, И решает её наказать. ...зная, что она прибежит к нему. То есть, типа, он ей позволил понять, то, что он может уйти и не охотиться за ней, и она вернулась, и, типа, урок защиты. Ну, типа, милая моя. А вот мне кажется, иногда его эти наказания неуместны. Она не должна кончать во время наказания, иди-ка, извиняюсь, наказание для того, чтобы... Наказание для того, чтобы ты выяснил урок. Нет, если ты хочешь понять, что ты сделал неправильно, ты не должен получать удовольствие от девочки. Но для меня, короче, Тогда это наказание. ...какой-то кринч был. И всё-таки, типа, вот Зейд иногда всё-таки перегибал палку с этим его... Чуть-чуть, блядь. В один момент он максимально понимающий, ну, типа, в отношениях и прочее, а в другой момент он делает вот это, и я такая думаю, ну, типа, ей наказание твоё сейчас абсолютно вот... Она будет делать так всегда, потому что знать будет, что она после этого... Она собака, блядь, что ей нужно паттерн выработать. Да, что? Подождите, я с вами здесь не согласна. Это очень похоже на Зейда. Не факт убегания и отворачивания от неё нет, это было, типа, как будто, типа, не в характере, но момент с наказанием он был как раз-таки... Это понятно, что было в характере. Это было в его характере. Для меня вообще вся эта ситуация, то, что он показал ей, что она может его потерять, это тоже было в характере. То есть... Для меня нет. Для меня, да. Как раз-таки это было не в характере, потому что он пиздец самоуверенный и так далее, Он знал, что надо не побежит Он не должен допускать мысли Что она будет Как-то без него сможет А так он знал, что она без него не может И он просто сделал так, чтобы она сама Поняла это За стопроцентной вероятностью, понимаете? То есть она У неё были ещё какие-то там сомнения Но после этого она поняла на стопроцент Но он обиделся Да, да, да Сначала дала ему такую прешер Сын, типа свою любовь А потом это отобрало И он обиделся, и для меня это выглядело Чувак, во-первых, в первую очередь ты сталкер Который сталкерством добился Принудил её практически в себя влюбиться Да И твоя такая реакция гиперчувствительная Она, ну типа С одной стороны, если бы это был обычный Типа regular man Я бы такая, окей, это имеет смысл А когда это зэй Ты такой, типа, а где вот эта сессивность Вся твоя? У него вот в этих диалогах дебильных Их он всё время говорил То, что даже если я тебя сталкерю Если я тебя беру Силой не силой Беру Это было написано в книге Силой не силой Ты всё равно имеешь власть А ты меня не любишь И она ему сказала то, что я тебя люблю И потом оттолкнула И для него это всё равно было как... Это единственное, за что он переживал Да И он, как бы, вот типа В глубине души знал, что она без него не может Он, как и когда он в первой книге её насиловал И такой, я знаю, что она меня хочет до того, как она знает, что она меня хочет Типа, и так же здесь, типа, я знаю, что она без меня не сможет, даже если мне говорит И он постоянно на протяжении этой книги Ей говорил, что она ему врет Всё-таки есть в нём это зерно неуверенности в себе Есть, но только по отношению к Адалайн Только по отношению... Ну, типа, только к чувству А это как будто его ещё краше делают Да, это как будто Есть! Понимаете? Он идеальный, но его Ахиллесовая пята — это его женщина Да Но давайте не только, а именно её любовь искренняя Конечно Чистая любовь, которую она ему может дать Но давайте хотя бы согласимся на том, что он очень быстро убегал от неё Это было Кринги Конечно Спасибо С остальным разобрались Кринги, у них секс-сцена Он её шею привязывает ремнём к дереву И занимается с ней сексом При этом говоря, что если она забеременеет от него, то сто процентов он себя привяжет к ней Зико извиняюсь, он начинает намекать на то, что он вынял её внутриматочную спираль Когда она спала, блядь, так не делается Причём я, я когда, вот он это сказал, я такая, вот был момент, когда он её только отвёз к доктору И она этого не помнит, скорее всего, в этот момент это и произошло Я тоже так подумала, и я такая думаю, ты шо нахуй? Девочки, это охуенно, что мы настолько думаем, что он сумасшедший, что мы уверены, что... Мы говорили не про этот момент, а про то, что, типа, просто где-то во сне, я такая, думаю, вы долбаюбку просто Не-не, это точно не так Так не работает, блядь, нельзя во сне спираль вытащить Если что, это не прокатит, ребята Нельзя просто схватиться и вытащить Он не может пальцами застать И причём он в какой-то момент потом такой, когда он сказал то, что он этого не делал Да И такой, но настанет момент, когда я это сделаю Я такая, чувак, ты долбаюбка? Да, ты, нахуй, не гинеколог, ты ничего не сделаешь там Хотя это за... Но он же, он настолько гениальный, что он отучится на гинеколога Да-да, он, типа, будет год до жизни потратить на то, чтобы руками вытащить Только это делать? Зубами Зубами Хуем Не-не И он, типа, знаете... Будет тренироваться Так что урюк работал Опа, достали Я палач Знаете, я придумала Он будет, короче, ну, типа, хуй всё-таки не инструмент, тяжело И нужно видеть, что ты делаешь Конечно И он нацепит нахуй камеру и будет... Игрокам Да, будет смотреть в экран Жей будет смотреть, ему в наушник говорить И да, такая, правее, правее, правее И всё, и всё доставит Адолайн в это время спит Да Ничего не чувствует И вот внутримачечная спираль до стата До стата И мы такие уже, это книги до стата На самом деле, вся эта ситуация с... Во-первых, когда во время секса говорят то, что Ты будешь достичь моего ребёнка Это пиздец Я достала твою внутримачечную спираль И, возможно, ты уже беременна И Адя такая, я кончаю Это... я... я бы в это время была просто сухой Какая штыня Девочки, девочки, я бы прекратила секс в это время Да Вы просто не фанаты Бридзинг Кинга Я понимаю Это факт Да И я думаю, что это как раз-таки тот момент, где Эйди Ти Карлтон такая Я хочу охватить максимум аудитории Отлично Добавляем... 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 Да Добавили Добро пожаловать в чат Вы поняли, короче, мой пасу Что это... Ну, я не могу сказать, что это... Явно, что кому-то это нравится Наверное, да Ну, наверное, есть такие люди Просто это не мы Мы, типа, такие... Мы кринжемали А кто-то такой, боже, в этот момент Дзей стал ещё более горячий Бла-бла-бла Ну, окей, это дело вкуса, но не нашего Не, ну, разговоры про спираль Это был максимальный кринж Да вообще, во время секса... Какие дети, блядь? Когда вы это не обсудили ещё до секса Ну, это вот это всё для любителей, Лиза Ну, окей, ладно Как изнасилование, а что это такое? Это было бы в характере Зейда Просто нам это не нравится Да Давайте признаем Да, вот единственный момент, который мне не нравится в Зейде, то, что хочет детей Типа, насильно Насильно причём, да Давайте дальше по сюжету Они выходят на Клэр Охуительный план, что, типа, Зейда и Адлайн возьмут в плен Да, они вышли на каких-то её, типа, пособников Схватили их в плен Но, типа, решили разыграть, что это Зейда и Адлайн схватили они в плен И они звонят Клэр и говорят, типа, приезжай Собственно, Клэр приезжает на место Она понимает, что это всё наёбка, чтобы её заманить Что никакого Зейда никто не схватил Она приезжает, там, с тремя машинами охраны И всё такое Потому что она не верит, что Зейда и Адлайн захватили Конечно, потому что это Зейд, мы уже обсудили Ну, Адлайн так Бриллиант всего Да, и она приезжает и выкладывает свои планы по захвату мира И что она хочет сделать Господи, вы готовы к этому? Потому что я не была готова к этому кринжу Я охуела Максимальный кринж Это просто настолько кринж, насколько... Возможно Вообще, это я в ахуе Была то, что, типа, женщина, я дико извиняюсь Вы прописали Зейда Вы прописали отличную первую главу Типа, часть первую Про секс-рабство Вы прописали отличную травму Адлайн Как она не может здесь справиться И вы нам выдали вот это говно со сайти? Да Что за херня? В чём проблема здесь? В чём проблема этого мира? Да, то есть Клэр, она знала, что Зейд и Адлайн не в заложниках И её подставили Она приехала со своей свитой Которые стояли немного далеко от неё И она предлагает Зейду сделку И она говорит, типа Я заканчиваю с секс-рабой Мы прекращаем повсеместно по штату Деньжат подняла? Отлично! Это, во-первых... Ну, типа, ты не единственный, кто этим занимается Это сто процентов Это первое, что я хочется сказать Ты можешь со своей веткой закончить Но всё остальное останется И ты даже не предлагаешь путей решения И предотвращения других секс-торговцев Ну окей, ладно Мы это опускаем на первый момент И дальше такая Я прекращаю секс-торговли Но ты взамен на это Мне разрабатываешь приложение Программулину Программулину Это пиздец просто Это цитата Чтобы вы понимали Ты разрабатываешь приложение Которое позволяет Типа чип можешь ещё раз сделать Которое позволяет Порабощать людей Вовсеместно И причём она даже не додумалась За того, что придумал Зейд И он такой То есть ты Я правильно понимаю Требования Ты хочешь, чтобы Я сделал так Чтобы человек был неподвластен Вообще Типа своим эмоциям И чтобы он слушал Всё только команд Которые ты отдаёшь ему Типа СКЛ Это всё цитаты И она такая Ебать Это ещё лучше Это ещё лучше Ебать Я думала Ты просто какое-то Приложение разработаешь Да, именно этого я хочу И он такой То есть Опять же Правильно ли я понимаю Ты искореняешь Секс-рабство Чтобы Поработить Совсеместное рабство Да, да Чтобы полностью Всех людей в мире Поработить И она такая Всё верно Но это же Типа из многих намерений Да И она такая Но это всё будет Для того, чтобы люди Понимали, что они делают И он такой Ты идёшь нахуй Да И мне Единственное Вот был момент Когда вот эта вся нелепость происходит И Зейт и Адалайн Отдают себе отчёт В том, что она ёбнутая И то, что она предлагает Это полный кринж И я такая Ну окей Слава богу И потом они расправляются с Клэр Как? Можно, пожалуйста Расскажите Как они расправляются с Клэр? Во-первых Они Находятся в доме у Адалайн Вернёмся к этому Да, они находятся в доме у Адалайн И они заложили бомбы 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 Да В тех местах Бабабах В тех местах, где стоят охранники Клэр И они это просчитали Но так, чтобы волна взрыва не добралась до Адалайн и Зейда Они в одной комнате находятся Да Ебать Как? Как? А, допустим, Зейд гениальный инженер Охуеть, блядь Во всём гениальный любовник Программист Гинеколог Гинеколог Повар Повар Охранник Куни-лингусёр Я считаю, мы официально вводим эту должность повсеместно Куни-лингусёр А для девочек куни-лингусёрки Ка Ну, Ка Куни-лингусёрка Всё так Честно говоря, я настолько впечатлилась куни-лингусёром Что у меня Все мои мысли были Аналёром Аналёр Пусси-мейкер Пусси-стрейчер Пусси-стрейчер, да Это, знаете, типа Дейенерис Вот как она пристает Куни-лингусёр Аналёр Пусси-стрейчер Зейт Медоуз Да, Зейт Медоуз А last name is Медоуз Господи Красиво И, короче Куни-гули Кули-кули-кули Кули-кули-кули Куни-гусёр наш Делает так, что они просчитывают Что взрывная волна не доберётся до двух людей Которые тоже находятся в этой комнате Очень интересно Я бы хотела посмотреть на эту ёбаную бомбу Которую они сделали Но так и происходит. У охранников конечности отваливаются, многие умирают, но Зейд, Аделайн и Клэр живы. Единственное, очень интересно, вы просто, типа, я как будто бы смотрю боевик с Сталлона, блядь, или кем-то ещё, потому что это очень нелепо всё выглядит. И они расправляются с Клэр и донося до неё мысль то, что её идеального мира не будет. Перерезают её ерёмную вену опять же, и она умирает. Даже без пыток. Да, без пыток. Что странно, до этого они играли с жертвами. Причём Зейд до этого вообще каких-то мафиозных рандомных чуваков воскрешал, чтобы убивать, а тут глава society такая, типа, окей, ты умрёшь. Спокойно, лёгкая смерть. Но они, может, устали уже просто все там Они просто ебаться хотели. Да, побыстрее бежать к обрыву, и чтобы голова была свешена, и Ади получала удовольствие. У меня опять был вопрос к позам в этой сцене. Да. Я соглашусь с тобой полностью. После этого мы застаём Ади, которая сидит на краю обрыва и такая думает о немножко смерти, немножко жизни, и смотрит на вот эту вот пропасть. Классическая женщина. И Зейд такой, и Зейд выходит из тени и такой, видимо, сегодня тот день, когда мы оба умрём. И она такая, почему? И он такой, если ты упадёшь, то я... Если ты упадёшь, если ты упадёшь, я буду вместе с тобой. Если ты упадёшь, мой хуй тебя словит. Да. Он крючок. Я её не сживать могу. Твоя внутриматочная спираль достанется. И ты всё равно упадёшь, да? Но будешь беременна в этот момент. Если ты умрёшь, я прыгну за тобой. Это тебе безумно можно быть первым. Да. И у них случается секс, и Адалайн каким-то образом висит над обрывом, но я... Фактически не понимаю. У неё голова как будто бы висит над обрывом. То есть она... Да, типа как будто бы у неё тело лежит на краю, а голова висит над обрывом, и она, типа, смотрит вниз, вдаль. А я думала и засчитала, что вообще, типа, у неё всё тело висит над обрывом. Нет. А как он её ебать будет тишать? Конечно, заедку не лингусёр, но не каскадёр. Да. А тут Том Круз нужен тогда уже. Я была в таком шоке. У неё просто голова висела. Да. Ну, я так понимаю, он её ещё держал буквально так, что если бы он её отпустил, она бы упала. Да, да, да. То есть как будто бы там был небольшой склон, у неё висела голова, и он её держал, типа, ну, за бусы. Если ты понимаешь, ну, если уже ты понимаешь, как происходит эта поза, то это достаточно горячая сцена. Да, сцена прикольная. Но, опять-таки, на этом моменте я уже заебалась читать их секс. Есть такое, есть, есть, есть. Я больше на этом моменте была злая, то, что это всё, что мне дали про society, его развал, и вы ебётесь. Не всё, не всё, ещё себе хотела стать новым главом. Да. Так вот, что я хотела сказать ещё по этому поводу. Когда... Я просто хотела сказать то, что это пиздец. Да. Да, помню. Это пиздец. Но, когда они послушали Клэр и все её идеи, они такие, это ты ёбнутая, это полный трэш. И я такая, да, вы это понимаете, спасибо. И потом, когда они всех победили, и они так будничные такие, типа, но, может быть, идея у него правительства не так плоха, но только они должны заниматься технологиями, энергией. Сапом и 1С. Да, типа, обучением нуждающихся. И я такая, что? А потом они такие, кто же этим займётся? Наверное, Зейд. И себе такая, я хочу. Они такие, ну, может быть, это не так и плохо. И на серьёзке это обсуждают. Я была в таком же, она ёбнутая, ребята. Да, у неё, блядь, просто пять присмешников, которых она ебёт при всех. И они такие, типа, да, Зейд, наверное, не подходит, а Зиби, она отлично займёт этот пост. Так и сам факт обсуждения. Вы сидите, блядь, на кухне, какое ценевое правительство, кто вас слушать будет? Настя, так это и зарождается. Реально. Походу, да. Все революции рождаются на кухне. Это факт. Эпилог. Эпилог. Сцена секса, которую я такая, хух, не так уж и уже и скучно было читать. Да. Во-первых. Вишенка на торте прям красивая была. Вишенка на торте она называет анал. Короче, во-первых, сцена, которая, я опять же говорю, вот у них был нормальный секс через пусси. К чему ты ведёшь? И я как раз таки задалась вопросом, опять же, повторяясь. Так, где анал? Да, где анал? Нет, я тоже согласна. Я всю книгу задавалась с ним вопросом. Не будет полной сексуальной жизни без анал. Да. Как можно делать предложение, если не было анала? Я тоже не понимаю. Ты можешь, да? Я не понимаю. Зейд такой затейник и туда, и сюда, и так, и сяк, а всё никак анала нет. А пропускают мимо? Да, да. Но всё хорошо. Пришло на повесе. Вниманием не обделены мы. Да. Мы. Мы жопа. Мы как читатели книги. Мы очко, видимо. Мы как читатели книги. Ну всё так, всё так. Так, да. Всё, всё нормально. Анал случился, всё хорошо, всё приняли там, где надо. Потому что… И кольцо жгло ему ещё карман. Потому что… Your body is fucking made for a day. Да. И она такая… Ну ты такой большой, я никогда в жизни не смогу это сделать. Она такая… Ты ж ты, бля, не пизде, а? Your body was fucking made for me. You wanna be a good girl and I can take it. Это фраза в ТикТоке. Вот поищите, посмотрите. Это приятно. Это просто… Очень приятно на слух. Везде. После этого он даёт ей розу. И всю эту книгу он даёт ей розы, но в этот раз он не обрезает шипы, потому что она уже… Экспириенс. Она уже не пусси. Она уже может пораниться, и у них уже knife play и всё такое. Он дарит ей розу, и со стебля этой розы падает кольцо. Адлайн его чуть-чуть подымает, и он такой… Это на мой хуй. Он такой… Типа просто даёт кольцо, и она такая… Я надеюсь, это ты из-за аналога мне предложение делаешь, иначе я обижусь. Да. И я такая… Это очень забавно была сцена. И в этом кольце нету бриллиантов, потому что она не бриллиант. Она самый редкий драгоценный камень в мире, а не распространённые понтовые… Подсосные бриллианты. Да. У меня тоже нет бриллиантов. У меня есть, но я не ношу. У меня есть бриллиант. У меня есть… Но я его тоже не ношу, я его полмала. Я не ношу, у меня большое кольцо, я буду потерять, это будет обидно, а лежит не так обидно. Я его иногда ношу, но мне мама сказала, типа, если вдруг сдашь ломбард… Нормально. Нормально. Меня с таким же посылом дарили, так что я понимаю. Ну… Короче, да, книга на этом заканчивается. Давайте ещё скажем, что Сими пропала, она, кстати, медбратом пропала. Всё, на этом точно уже всё. Медбрат матери. Мать всё-таки пришла к Эдлайн. Да, забила хер на батю, что она его не слушает больше. На самом деле, я когда читала, я такая, типа, неужели она рассталась со своим мужем? Ну, нет. Она просто, типа, перестала его слушать. Она просто, типа, перестала его слушать, у неё появился медбрат, который за ней ухаживает, какой-то красивый и handsome man. И он узнал Сиби. Когда она спустилась, такой… Она такая… Имя, которое мы забыли, типа… Что-то на хэ? А он такой, а ты что делаешь здесь? И они пропали вместе. Всё. И мы, во-первых, ждём книги. Я так понимаю, события про Сиби будут с этим медбратом связаны потом. Походу, две книги планируются. И ещё есть книга про Молли. Недавно вышла. Про Молли? Да. Недавно буквально вышла в прошлом месяце, наверное. Про Молли, про эту девочку… Секс-рабыню. Секс-рабыню, которая… Письма были. Книг. Всё, что я знаю, это то, что там используются свиньи для утилизации трупов. Да, я тоже это знаю. Я… Почитаю. Я не люблю читать. На самом деле, я, в принципе, ок почитать все книги этого автора. Она молодец! HD Carlson молодец! Молодец! Одну секундочку. Нет. Does It Hurt. Очень плохая книга. Я в том не хотела сказать. Does It Hurt мне… Я ей поставила один балл. Это ужасная книжка. Но у Хонтинг Кедалайн… Я, конечно, не ставлю пять баллов. Там есть много… Ты говори, сколько это стоит? Я говорю, я не говорю. Не пять. Затравочка такая. Там, ну, мы много обсуждали, что было плохо, но хорошего намного больше. И для любителей дарк-романцев, мне кажется, это очень классные книги. Их интересно читать. Очень классные персонажи. И как автор умеет погрузить в настроение, это многого стоит. Мне кажется, не все так умеют. Я почитаю сто процентов про Молли и про Сиби. Да. Давайте рейтить. Я хочу начать. Можно? Конечно, блин. Я никогда не начинаю. Что? Я всегда заканчиваю. Я всегда кончаю. Кончаю. Кончайте, кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Рейтинг. Я начинаю с нами шутить. Что хочу сказать. Я этой книге ставлю 3,5 балла. И я была уверена, что это будет 4,5, а то и 5 до момента вот этого концовки суперслитой и всего этого сайта слитого. И, если честно говоря, у меня, несмотря на то, что мы начали сезон дарк-романцев, у меня вообще не стоит на дарк-романце. И я начинаю читать через силу. Я супер хочу в свою эпик-фэнтези погружаться. Но все равно я такая, типа, не хочется, но надо читать к подкасту. Я начала читать. Я втянулась. Офигенно. Мне очень все нравилось. Я внутренне осуждала Настю, что она так низко оценила эту книгу год назад. Потом я поняла, почему она так низко оценила и присоединяюсь. Поэтому это 3,5 для меня. Это было классно большую часть времени, но минусы, которые невозможно игнорировать. Отдельное спасибо, конечно же, за типа Зейда, который действительно прописанный, очень классный персонаж с вайбом Дэдпула. Я раз пять, наверное, в выпуске об этом сказала уже. Можешь говорить еще сколько хочешь раз, потому что это надо зафиксировать. Ну, когда ты про это сказала, я это увидела, это так и есть. И мне очень понравился. Это тот персонаж, про которого я бы еще читала. Это и смешно, и при этом темно. И горячо. И горячо. И все на свете. И ты такой, класс, это интересно, это смешно, это тяжело. Ну, короче, спектр эмоций. Класс, спасибо. 3,5. Это неплохая оценка. Я считаю, это неплохая оценка. Да, это неплохая оценка. Ну, почитай код да Винчи. Или ангелы и демоны. Да. Ну, все книги. Да. Пожалуйста. Пожалуйста. Есть хорошие примеры. Делай референсы. Ничего страшного там нет. Я тоже ставлю 3,5. В принципе, абсолютно то же самое, что сказала Света. Меня смутило. Плюс, ну, все, что мы обсуждали до этого, я не буду повторяться. Но всем однозначно рекомендую почитать эту диалогию. Вот. Окей. Значит, я ставлю 3,6. Not great, not terrible. Я для того, чтобы это сказать, поставила эту оценку, чтобы вы понимали. А какого хотела без этого? С этим not great, not terrible мы просто… Да. Это наше коронное. Если вы не знаете, это один из блогеров, который рейтит рестораны, отели. Можем оставить на его ссылку? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Мы оставим на его канал ссылку в описании. В подсказках сейчас будет. У него есть книга, кстати, своя про путешествия. Короче, это отсылка к нему. 3,6. Not great, not terrible. И вообще начался сериал о Чернобыле. Когда было, типа… Not great, not terrible. Состояние авто… Господи, автостанции. Атомной. Атомной электростанции. Not great, not terrible. Состояние было на момент взрыва. Итак, я думаю то, что по факту. Я тоже сказала все свои минусы и плюсы, которые мне понравились в этой книге. Еще раз быстренько подытожу. Первая глава, часть про описание ее нахождения в секс-рабстве, то, как с ней обращались, какой экспириенс она пережила, как она с этим справлялась, мне очень сильно понравилось. Зейд как персонаж мне очень сильно понравился. Мне понравилось Society, главный злодей в Society, как с ними расправились, слишком много секса, когда можно было бы рассказать про именно борьбу с главным злодеем. Это самый большой проеб книги, но я это списываю, как раз таки 0,1 балл, который вы не додали, это видимо я додаю, что типа, что автор слил эту серию ради серии с Сиби и, может быть, какие-то свои другие истории. Я думаю, она просто спешила очень, если честно. Вот ощущение было спешки последние треть книги, вот как будто у нее сроки горели. Не знаю, ну хоть, если горели сроки, ну вот на три книги тогда растения, потому что это уже... Ну так не работает. А ты же сам издат, кстати. Да. Сколько хотел, столько и писала. Ну, написано в конце очень скомканно, сжавканно и выплюнуто нам в лицо для того, чтобы мы это читали, но все равно большинство, большее количество книги очень хорошо написано было. Да, поэтому мы как good girls take it и советуем вам. Да. Поэтому, ну типа, я советую все равно, насколько вот даже если три шесть... Это был water ride. Да, это было классно. Ради первой части книги, и если вы любите прямо dark romance, если вы любите погружение прямо типа в какой-то такой темные моменты тревожности и непонимания, что произойдет с персонажем, и прямо то, что его настигают ужасные моменты в жизни, пожалуйста, читайте, вам очень понравится. И хорошая концовка типа романтичная, все хорошо закончилось. Мне понравилось. Нет, эпилог немножко поднял мне настроение после того, как я была расстроена. Да, Насечка. Это было все on love. Я понимаю. В общем, читайте, наслаждайтесь, грустите, радуйтесь, смейтесь, потому что все в этой книге было, и конечно же наш выпуск только поддержал это настроение. Мы и грустили, и смеялись, и шутили ради вас. Да. И друзья, не забывайте про наш конкурс, который будет длится до 10-го апреля, 11-го апреля мы уже подведем итоги и выберем нашего победителя в телеграм-кинале, следите за этим. И всем спасибо, не забывайте подписываться на наши соцсети, ссылочки будут вот тут все. Не пропускаем. Тут все. Да, вот тут все будут. Всем спасибо, с вами были Ghostsman Have Smart. Мы вас любим обнимаем, и хотелось бы сказать то, что следующую... Какая следующая книга? Точно. Следующая книга наша будет продолжение Ночи дьявола. Да, третья, четвертая. Третья, четвертая. Третья, четвертая. Третья, четвертая. Третья, четвертая. Урок и сумрак. Так что до встречи через месяц, и... If I catch you, I fuck you.